1 сентября, день Андрея Стратилата, назван честь страданий святого мученика Андрея Стратилата. Андрей питал в сердце своем горячую любовь ко Христу. Он уклонялся от всего неугодного Богу, совершал дела, согласные с волею Божию. За такое благочестие Бог даровал ему необыкновенное мужество и храбрость в битвах. По храбрости и мужеству не было равных ему во всем римском войске. За это стал Стратилатом, то есть старшим начальником над военачальниками. Сентябрь месяц. Приметы и особенности сентября. Переход лета в осень происходит в молодое бабье лето, которое тянется с 28 августа по 11 сентября. Если на сухое, теплое, жди не насев старое бабье лето с 14 по 21 сентября. Чем суше и теплее простоит сентябрь, тем позднее наступит зима. Однажды надо было биться против правосходящего противника. Призвав на помощь Христа Бога, воины святого Андрея одержали блестящую победу. Помощь им явилась свыше неведомая сила, которая навела страх на войско персов. Римляне, предводительствуемые святым Андреем, преследовали их, мечами посекли головы персов, как посекают серпом колосси. Все воины, бывшие со святым Андреем, при виде такой неожиданной победы, одержанной при помощи Христа, уверовали в него. Далее был донос язычников на Андрея и его добровольная гибель. День имеет и другое название – фекла-свекольница, и все потому, что созревала свекла, на основе которой можно было приготовить большое количество блюд. А листья свеклы знахари прикладывали к воспаленным глазам. При зубной боли держали во рту корень свеклы. Ранее с 1 сентября начинался первый день Нового года. Приметы. Если сегодня дует южный ветер, хорошему урожаю овса. Гром сегодня к теплой осени. Здесь примерно пропорция должна быть такая. Можно пополам на пополам, а можно один к двум. То есть две части сока яблок и одна часть сока огурца. И получится, я думаю, очень вкусный у нас с вами сок. Итак, делаем этот сок. Опять мы с вами ставим. У нас это уже сок огурца есть. Теперь мы сюда добавляем только яблоки. И попробуем, что у нас получилось за смесь. Я в основном чаще всего использую морковный сок в качестве основы, яблочный сок в качестве основы. Вот добавляю к ним сок свеклы. А вот с огуречным соком я практически не работал. И мне сейчас очень интересно, а какого вкуса у нас получится сок. И смотрите, пенка. Пенка у нас как раз такая зелененькая. Это говорит о том, что здесь вещества еще не успели окислиться. Такие как железо биологически активное и другие. Поэтому его надо пить сразу же. Итак, пробуем. Вы знаете, я много соков пробовал, но вот это действительно получается какой-то божественный на вкус. Здесь имеется небольшая такая кислинка. Здесь появилась сладость. И вот такой сок будет наш организм увлажнять, промывать, снабжать ферментами и оздоравливать. Очень хорошо его использует этот сок яблочно-огуречный во время разрузочных дней. Людям, которые желают сбросить лишние килограммы и при этом не быть ущемленными в питании. 2 сентября день Самуила. Самойлин день. Назван в честь израильского пророка Самуила. Само имя Самуил значит «испрошенный у Бога». Он появился на свет, когда люди не верили в Бога и поклонялись различным идолам. Задачей Самуила было наставление народа на путь истины. Самуил стал верховным судьей и правил очень мудро. Важно отметить, что до этого народом правили пророки, люди, указанные самим Богом. После Самуила эта традиция была заменена на царей. На Руси этот день стали называть как Самойлин день. Пророка Самуила считают заступником мужчин, поэтому сегодня чествуют представители сильного пола. Для этого готовят много вкусных блюд, чтобы хозяин дома насытился и остался доволен угощением. А утром отправлялись в церковь, чтобы попросить у пророка Самуила хорошей погоды, чтобы закончить все дела. К этому времени появлялось большое количество грибов, которые подавались к столу. Особенно любили жареный на сале картофель с грибами. Приметы. Если журавли летят высоко, не спеша к теплой осени. Обилие рябины к дождливой осени. Сегодня обязательно следует накрывать богатый стол. Хозяин дома будет сытым, добрым, работящим. К этому времени скворцы еще не отлетели. Это к сухой и длинной осени. Получается вкусный, сытный сок, который способствует тому, что человек начинает стройнить и оздоровываться. Этот сок способствует выделению избытка натрия из организма вместе с мочой. Особенно он будет полезен при нарушении сократительной способности мышцы сердца. Поэтому вот такой сок надо будет пить по полстакана 2-3 раза в день перед едой. И ваше сердечко будет сильным. Его можно использовать, как я уже сказал, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Особенно печени, почек. Также суставов. Тех заболеваний, которые связаны с обменом веществ. При ожирении, а также при гипертонии. Помогает этот сок огуречный и больным с зубными заболеваниями. Почему? Потому что в нем содержится легковосвояемый йод, который способствует к тому же еще, в смысле не йод, а сок способствует снижению уровня холестерина в крови. А если мы будем этот сок использовать с мякотью, то он еще дополнительно, при этом, смотрите, если мы будем использовать с мякотью, то надо пить 100 граммов этого сока натощак. Он будет естественным не только мочеводным средством, но будет полезен и при запорах. Смесь соков огурца, моркови и свеклы рекомендуется при желчи и починокаменных болезнях. При этом пить этот сок надо перед едой, как правило, в количестве не менее вот такого стаканчика лучше всего, чтобы вы сначала привыкли. И в течение где-то как минимум 3-4 недель. Потому что начинается потихоньку растворение вот этих всех отложений. Они растворяются не сразу. Образовывались они в течение всей жизни у нас. И хотим мы их растворить за какой-то месяц. Поэтому не спеша начните хотя бы с одного стакана этого сока. Вот. Перед едой. Потом потихонечку дозировочку увеличивайте. И попейте в течение месяца-трех. И уверяю вас, что у вас наладится имен веществ. То есть, если была какая-то предпосылка к сахарному диабету, то она обязательно уйдет. Поджелудочная железа у вас укрепится. Кожа очистится. И нормализуется обмен веществ. То есть, вы станете страннее. 3 сентября. День Фадея. Это один из 70 апостолов. Родился Фадей на территории Сирии. Однажды, придя в Иерусалим на праздник, Фадей услышал проповедь Иоанна предтечи. Он принял от него крещение в водах реки Иордан. Позднее Фадей встретил самого Иисуса и стал его учеником. После распятия Христа и его божественного воскрешения, Фадей отправился с проповедью в Месопотамию и Сирию. Его проповеди сопровождались чудесами исцеления. Так он исцелил царя от проказы. Сегодня также почиталась память мученицы по имени Васса Алонская Василиса. В этот день было принято убирать лен. В народе говорили, баба Василиса ольнах радеет. Срезанный сжатый лен сначала раскладывали на лугах для улежания, чтобы из него вышла лишняя влага. А сам лен стал гибким и мягким. Далее его использовали для производства одежды. А у женщин было принято сегодня вечером собираться на вечерней посиделке в доме у какой-нибудь вдовы. Они приносили с собой домашнюю работу и коротали время в приятных беседах. Приметы. Если сегодня стоит хорошая погода, то в течение следующих четырех недель будет тепло и солнечно. Если уродилось много желудей, значит на Рождество будет много снега. Если в поле мыши делают гнезда на копнах, осень будет дождливой и долгой. Сегодня у нас в гостях подвижник здорового образа жизни, Геннадий Икко. Правильно? Здравствуйте. Я знаю, что вы в университете Ульяновске обучаетесь на физкультурном отделении. Будете специалистом? Да, конечно, безусловно, буду специалистом. Осталось совсем немного отучиться, да, больше половины. А специализация какая у вас? Физкультура. Физкультура, в смысле физкультуры, массаж или еще что-то? Нет, физкультура, адаптация, в процессе будем изучать массаж, конечно же, да, чем я сейчас тоже практикую, занимаюсь. Получается? Да, да, конечно, безусловно. Хорошо. Вот, я вижу у нас тут кружечки вы какие-то принесли. Кружечки очень интересно, я хотел показать, подарить, то есть, обращаем внимание, написано целебная кулинария, ЗОЖ, плюс массаж, для вас это для вашей передачи эксклюзив. Спасибо большое, спасибо большое. Вот, уже наша кулинария пользуется успехом, пошли уже кружечки. Очень хорошо. И, кстати, я вижу, вы принесли к нам крапиву. Да, крапива, то есть, наш исконно продукт, крапива, как мы знаем, вот, который... Хорошо пахает. Замечательно, сам собирал, сам сушил, вот, и поэтому мы сегодня с вами попьем чай. Хорошо. Значит, мы заваливаем чаек, да? Сколько надо пропорций, допустим, столовая ложка на литр воды? Можно столовую, можно воспользоваться чайной по старинке, один к одному и плюс одну сверху, да? Ага, и с количеством. То есть, три можно смело бросать, но много будет четыре, это много, да? Вот, три давайте бросим. Две, сборка как раз. Окей, окей, две, давай. И заливаем кипяточком, у нас получится травяной настой. Так, заливаем. Кстати, я вижу, вы принесли куркуму. Я знаю, что вы какой-то поклонник этого удивительного, удивительной специи. И, наверное, все это началось, насколько я понимаю, из Индии. Были ли вы в Индии? Да, 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 действительно, абсолютно правы. Вот, довелось побывать в Индии, там познакомиться с этим замечательным продуктом, куркумой спицей. То есть, как говорят индусы, они кушают три раза в день куркуму. Цвет замечательный, да, плюс это антиоксидант, мы знаем, раз. То есть, борьба с онкозаболеваниями, это два. Вот, нейтральный вкус у куркумы, что дает возможность использовать ее даже в каше на завтра. Хорошо, действительно, куркума-то из семейства имбиревых, такая горячая специя. Плюс, вы видите, оранжевый вкус, вернее, цвет. Это очень хорошо. И что мы будем с ними готовить? Мы будем готовить сегодня удивительные тосты. То есть, для этого нам надо куркума, она у нас есть. Затем нам надо сыр. Берем адыгейский сыр, то есть, твердые сорта сыра не подходят принципиально. То есть, берем, нарезаем этот сырок. Давайте, как, что мы делаем? И что у нас в конце концов получится? В конце у нас получатся очень вкусные тосты, которые можно употреблять, как перед чаем, к примеру. Можно использовать их за место пирожных, за место тортов. То есть, натуральные продукты плюс и полезные. И незачем нам кушать сахар, рафинал. Ну, сами понимаете. Хорошо. Ну, давайте. Кстати, куркума, как Геннадий сказал, это прекрасный антибиотик. Природный антибиотик. Поэтому, если вы заболели, не спешите куда-либо бежать в аптеку. Воспользуйтесь куркумой. Сделайте своеобразный такой чайок из нее, и будет прекрасно работать противный круг. Кстати, как специя она улучшает пищеварение, и самое важное, нормализует работу нашей кишечной микрофлоры. А вы пока готовьте. Закладываем, да. Берем куркума, есть сырок мы порезали. Воду мы поставили заблаговременно, кипяточем. Теперь туда закладываем чайную ложечку куркумы. Давайте. Закладываем. Кстати, когда мы закладываем чайную ложечку любой специи, тем самым мы в воду делаем горячее. Это значит, что она уже приобретает свойства, улучшает пищеварение, усиливает иммунные свойства, и, кстати, влияет на мозговую деятельность. Делая наш ум острее. Это очень хорошая подсказка, ибо скоро надо ехать на сессии учиться, поэтому куркума спасет. Спасет. Хорошо. Так, что мы дальше делаем? Значит, что она должна закипеть? Да, да, да. Вот так, сейчас она быстренько закипит. После этого, как она закипит, что мы туда кладем? Мы закладываем уже приготовленный, нарезанный правильными кусочками сыр. Вот так, где у нас было блюдо, вот оно вот. Вот, есть блюдо, да. И таким образом мы с вами готовим полезный зал, как для того, чтобы у нас и пищеварение хорошо работало, и улучшенная деятельность была, и, будем говорить, еще микрофлора восстанавливается. Кстати, вы говорили, что она еще помогает от разного рода, вернее, как профилактика, от разного рода онкологических заболеваний, что немаловажно. Поэтому, как этот завтрак будет сытным, приятным и полезным. С точки зрения. Да, еще и самое главное, что он вкусный будет. И вкусный. Ага. Попробуйте и скажите, что так оно. Хорошо, хорошо, хорошо готовим. Я знаю, что еще, знаете, вот эта пряность куркума, она незаметнима для тех людей, кто хочет восстановиться после тяжелого заболевания, хронического заболевания. Откуда брать силы? Сила, это, можно сказать, огненный процесс, который имеется в специи, в куркуме. И вот этот, как и процесс, как раз и будет добавляться в наш организм и ввести процессы оздоровления, укрепления и исцеления. Так, процесс у нас пошел. Пошел. Закипает вода. Закипает. А, мы можем сделать, чтобы она закипала побыстрее. Теперь можно смело уже закладывать, чтобы будет сырок. Давайте. Закладываем сыр. Вот так вот. А, закладываем для того, чтобы сыр у нас приобрел. Кстати, очень интересно, раз мы уже рассказываем с позиции аюрведы, с позиции восточных технологий. Сыр, сам по себе, это, как бы сказать, субстанция слизообразующая, тяжелая. И, естественно, ну, будет перевариваться не так легко, как хотелось бы. Так вот, для того, чтобы пищеварение у нас было легким, мы используем вот этот вот раствор куркумы, который облегчит нам пищеварение и усвоение белков. Кстати, белки тут у нас полноценные. Я правильно понимаю? Абсолютно. Вот. То есть, пока мы выкладываем тосты наши. Давайте. А сколько мы должны подержать, чтобы у нас это... Буквально 2-3 минуты нам достаточно хватает. Хорошо. То есть, вот уже все кипит у нас. Все кипит. И можно выкладывать. Буквально, да, еще минуточку и начинаем выкладывать же на тарелочку. Берите на тарелочку, аккуратненько выкладывайте. Так, Геннадий, сейчас попрошу пока вот мед, наверное, открыть, да? И мы еще, еще будем мед... Ой, как она желтенькая становится, надо же. Тру-тру-тру. Мед открыла, а мед откуда вы взяли? Я думаю, он тоже такой непростой. Да, мед тоже очень-очень вкусный, полезный. Это из поездки из Абхазии. Вот, есть замечательный специалист. Вот, который меня доугостил этим медом. Хорошо. Ладно, попробуем, убедимся. Я вижу, что здесь у нас все такого желтого-оранжевого цвета. Сам по себе цвет имеет огромное влияние на наше здоровье. Можно немножечко и о цвете рассказать. Кстати, вот этот же цвет, который у нас тут имеется, и сама куркума, она согревает кровь и улучшает кровообразование, что немаловажно. Также является хорошим средством для улучшения пищеварения, о чем я уже сказал. И можно еще сказать, что если вы переели, например, пищу, особенно жирную, она будет способствоваться тому, что ее быстренько переевают. И что-то еще я говорю именно на счет сладкой пищи, что они так будут тянуть к сладкой пище, к сладкоежек. Да, это абсолютно правильно сказано. Потому что в сладкоежке, к сожалению, родители, детишка маленький говорит, кушайте конфетки детишки, В дальнейшем мы знаем, что у детишек проблемы с зубами, это как минимум. 4 сентября. День Агафоника. Назван в честь святых мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих с ними. Агафоник жил в царствовании императора Максимиана. Он отвращал греков от поклонения идолам и приводил их ко Христу. За это он был схвачен и предан различным пыткам. Вместе с другими мучениками его возили по городам и пытали, принуждаясь отречься. Видя его твердость, вместе с другими мучениками осудили всех насмерть и усечение мечом. Сегодняшний день считался опасным. И все потому, что наши далекие предки верили в леших. Считалось, что сегодня они приходят в деревню, чтобы повеселиться и разбросать сено. Чтобы этого не допустить, были распространены дозоры. Люди обвязывали голову полотенцем, надевали тулупы наизнанку и брали с собой кочергу. Вообще, лешего на Руси очень почитали как доброго духа природы. Он следил за тем, чтобы никто не нанес вред крестьянскому хозяйству. Верили, что он помогает добрым людям выбраться из леса и не заблудиться. И напротив, злых людей он заставляет беспрестанно плутать по лесным тропам. Те, кто видел лешего, говорили, что с виду он может напоминать какого-нибудь родственника или знакомого. На нем всегда повязан кушак красного цвета. Это помогает распознать, что перед вами леший. А левая пола его кафтана распахнута. Обувь надета с левой ноги на правую и наоборот. Если сегодня человек сможет увидеть лешего, то он поможет ему. Кстати, в народном календаре лешему было посвящено достаточно много дней. Считалось, что 27 сентября леший перегоняет зверей в лесу. Потому старались не ходить туда без особой надобности. В октябре был день, когда чествовали лешего и говорили, что он проваливается под землю для зимней спячки. Но перед этим сильно объяснуется, из-за чего встретиться с ним опасно. Приметы. Если выдался солнечный день, хорошая погода продержится еще 4 недели. Уродились орехи, а грибов напротив очень мало, в холодной и снежной зиме. Если высокие облака идут против ветра приземного, скоро будет дождь. Вот, в нашем случае, то есть уже вот таким образом выглядит. Немножко сейчас сыр, немножко сейчас он остынет, то есть температура должна упасть ниже 40 градусов. Мы знаем, что мед нельзя использовать, если температура больше 40. То есть у нас свои целебные свойства. Хорошо. Ну давайте парочку кусочков сделаем с медом. Да, конечно, мы сделаем 2 сладеньких или 3. Лучше 2. 2, хорошо. Потому что все-таки, когда сладенько добавляем в белку, ну, бывает, она, конечно, вкусная будет. Но вот с позиции сочетания пищи белков и сладков, это не совсем все будет благоприятно. Это уже, если сильный такой желудочно-хишечный сладк, то... Да, понимаете, это приступим. Хорошо, я беру куркуму, мне наш этот бутербродик без меда. Да, я беру меда. Да, с меда. Ну давайте пробуем. Пробуем. Пока я еще немножечко скажу, вы пробуйте, что с позиции айурведы, айурведа, раз, куркума, это продукт огненной природы, то что она делает? Она способствует тому, что токсины, которые имеются в нашем организме, начинают горать. За счет этого она очищает тело от токсинов. Причем токсины, которые возникают от слизообразующей пищи. Она и кровь заряжает. Меньше будете болеть насморком. Вот. Значит, она согревает еще кровь. Вот у многих еще мерзнут. Кстати, мерзлась, не мерзлась? Вот. А, почему еще Евнатий любит куркуму? Вот я ее беру, а ручка у нее немножечко прохладенькая. И когда мы с вами едим куркуму, тем самым увеличивая теплотворные способности организма, у нас мы вытесняем холостозеронизм, и кровь становится намного горячее. Это уже большой плюс. И, кстати, в институте можешь сказать, спортсмены, которые занимаются, чтобы у них не было различных травм, они могут использовать куркуму, для того, чтобы связки становились более эластичными. Поэтому я надо два как-то, например, чаек, вот такой вот бутербродик. Кстати, я попробую. Я бы еще заметил, что с этим бутербродом способствует чему. То есть человек пытается прочувствовать вкус в процессе употребления. Жуешь медленно. То есть 42 лет законное движение жевательное человек делает. И, соответственно, есть возможность прочувствовать вкус, как он есть. Без всяких вот приукрас. И зарядка для мышц. То есть зубы работает, челюсть работает. Что немаловажно. Потому что рафинированной пищей сейчас очень полно, к сожалению. Так и как вкус себе оценить? А то я вам много рассказываю и хвалю сам себя. Хороший вкус, который насыщает. И действительно хлебушек надо брать такой, знаете, или второго сорта, или зерновой, чтобы с отрублями, чтобы все это у нас было. Такой особенно будет, как раз для этого, для куркумы такой подходить. Очень хороший бутербродик получился. Будет упитывать. И, кстати, еще знаете, что делает куркума? Самое удивительное. Она же воздействует не только на физическое тело, не только на эмоции, но она еще воздействует на энергетику. И, кстати, считается по восточной философии, что куркума очищает энергетические каналы, помогает работать чахом. За счет этого человек становится более чувствительным к окружающему пространству, у него пробуждается экстрасенсорная счет способности. Вот. Что она делает? Кстати, очень хорошо людям, которые занимаются умственным трудом, а также, ну, чья жизнь, в основном, связана с искусством, ее кушать. Это будут навевать какие-то у них какие мысли творческие, на то, чтобы все это там у них, ну, создавались какие-то там картины, шедевры и прочее-прочее. Это тоже немаловажно, потому что некоторые люди не понимают, откуда взять вдохновение, а откуда мы их можем брать? Да можем брать из тех же специй. Кстати, спицы вообще вот это удивительная вещь, которая, ну, как бы сказать, изобретена природой и насыщена огромным количеством различных энергий, которые, кстати, возбуждают еще творческие энергии. Творческий потенциал напрямую связан с употреблением пищи. Человек есть то, что он ест. Правильно. И, кстати, астрои считают, что кукума дает процветание. Почему? Потому что вниз сосредотачивается энергия, энергия матери-земли. То есть первоздавная энергия, как говорили, индусы, кундалини. Энергия кундалини. Эта энергия строила в нашем районе, потом мы ее поддерживаем. И отличный запах. Кстати, вот этот запах прекрасен уже за счет самого запаха, очищая пространство от разных рода микровол. Гена, расскажи о своем первом опыте использования куркумы. Вот ты ее до этого не ел, а потом поел. И что с тобой произошло? Что ты почувствовал? Какие перемены в сознании, в организме? Почему ты ее стал еще применять? Куркума, безусловно, что-то привнесла в сознание новое. Я пытался понять, что это такое. Читал литературу и узнал больше о куркуме. То есть мы уже проговорили, насколько это действительно целебный, полезный продукт, как специя. И я ее стал использовать уже в каше. Если я раньше варил кашу, к примеру, на завтрак овсяную с изюмом, без куркумы, даже иногда сахар плавный. То есть потом я стал использовать без сахара, но с куркумой. Цвет способствует пищеварению. Вкус, аромат, то есть запах, все есть в продукте. Потом я стал экспериментно дальше продолжать, как напиток его использовать. Как чай. Как чай, конечно же, безусловно. И в холодную, сырую погоду, такой ненасти, что-то немножко, наверное, каждого подламывает, вот эта сырость. То есть выпьешь стакан чая из куркумы и чувствуешь, что значительно лучше, что синергия побежала, как вы правильно заметили. То есть энергия становится больше, каналы начинают крутиться. И вот я сейчас отмечу важную особенность, которую как раз Геннадий подчеркнул. Это то, что сырую погоду, дело в том, что сырая погода, будем говорить, она пронзает наш организм. И за счет этого наши процессы в организме начинают идти более вягло. Во всех отношениях. Как только мы используем специю, она добавляет огонька. Вот это все, это благо, которое там лишнее есть, подсушивается. Да. И сразу же работает все лучше. Поэтому особенно вот в сырое время года, в сырое прохладное время года, очень хорошо это используется. И вот я попробовал. И должен сказать, действительно, вкус очень интересный, приятный, так сказать, вот упитывающий. И я предпочитаю, конечно, сочетание вот хлебушка зернового с сырком и с куркумой. А что касается вот с метком, я думаю, это больше, конечно, подойдет для детей. Они там любят сладенькое. И в то же время у них будет и сладенькое, и полезненькое. Поэтому используйте наши рецепты, которые мы вам сказали. И, Надень, спасибо большое. 5 сентября. День Лупа. По-латински это волк. Уверовав во Христа, святой Луп разбил бездушных эллинских идолов, а иных потопил в глубине морской. За это нечестивые идолопоклонники хотели рассечь его мечами на части, но пришли в безумие и посекли друг друга. Тогда они начали пускать святого стрелы, но вместо мученика поражали стрелами друг друга. Луп еще не был крещен и весьма желал святого крещения. Он повалился о всем Господу, и та часть с неба пролилась на него вода. В народе День Лупа называли брусничником, поскольку к этому времени уже поспевала брусника. Женщины и дети шли собирать эту ягоду. Бруснику искали во влажных лесах и на болотах. Из нее готовили вкусные и полезные деликатесы. Пастилу, варенье, компоты, а также замачивали в воде. В народе брусника уважали и ценили за целебные свойства. Она помогает справиться с простудой и даже туберкулезом, который является запущенностью простуды. Ее листья шли на приготовление специального чая, который использовался для лечения болезней печени и кишечника. По степени зрелости брусники определяли, насколько поспел овес и можно ли его убрать. Если ягоды уже в соку, то овес поспел. Приметы. Если утренних заморозков еще нет, сентябрь будет теплым. Если к дню Лупа овес не собрать, он может пропасть от морозов. В этот день отмечаются первые заморозки. Если на Лупа журавли на юг потянулись, зима наступит раннее. Если журавли летят низко, зима будет теплой. Если летят в небе высоко, холодной. Если журавли сегодня летят молча и быстро, жди ухудшения погоды в ближайшее время. Танюша, итак, о чем мы поговорим на сегодняшней передаче? Говорить мы сегодня будем о синяках. Не потому что бьет меня кто-то, а потому что часто люди, наблюдатели, замечают, что даже забыли, откуда поставили синяк. Раз надеваем какие-то уже летние маечки, смотрю, здесь синяк, здесь синяк, здесь синяк. Откуда они берутся? То есть мне не больно, когда я их делаю. Я не фиксирую, когда они делаются. Я поговорила с народом. Многие страдают. И кто-то умный говорит сосуды. Я говорю, ну понятно. Я тогда к Малаху, мне сейчас все расскажут. Сосуды или не сосуды. Хорошо, я согласен. И остается просто добавить, что когда ставишь синяки, вроде бы и непонятно где и как ударилась. Да. Но в конце концов неприятно, что они есть. Да. Кто тебя их хватал за такие места? Вот. Оказывается, действительно... Семья разваливается. Трюш, спасать надо. Оказывается, что такое действительно синяки? Синяки – это проблемы с сосудами. Потому что почему-то наши сосуды становятся хрупкими. И естественно, любой какой-то толчок, они начинают ломаться. Ломаться, кровь выходит. Да. И получается вот эта вот гематумочка, которую мы видим в виде синяка. Так вот, оказывается, в чем же проблема? Проблема опять-таки в нашем питании. Для того, чтобы наши сосудики были эластичными, чтобы они были такими молоденькими, хорошо пропускали кровь, то, оказывается, должны в пище содержаться два основных вещества – витамин В, рутин, и витамин С, которые вообще дают нам крепость в нашем организме. И если их не хватает, то и наблюдаются вот эти вот синяки. Потрясающе. Послушайте, есть же такие синтетические витамины, которые продаются в аптеках. Вот, вот. Бог с ними, как они называются, смысл в том, что в составе именно этих вот поливитаминов находится как раз вот этот рутин, витамин С. Но витамин С, ну, вроде как, все знают, что он должен быть. Некоторые еще по старой советской детской привычке во взрослой жизни едят эти драже. А где брать рутин? И что он дает, ну, как бы, откуда растут ноги? Хорошо. Сейчас мы узнаем, откуда рутина растет ноги, что он делает и так далее. Но прежде чем приступать к объяснению витаминов В и С, я должен одну важную вещь сказать. Дело в том, что синтетические витамины, они по самому действию намного слабее, нежели естественные витамины. А на сколько? Или в вас сколько раз? Я думаю, что в некоторых случаях могут в 10, а то в 20 раз. И, кстати, кстати, очень важно понимать, что синтетически они хуже усваиваются. И, как правило, когда мы их принимаем, мы просто-напросто днем в туалет и вдруг замечаем, что наша моча становится желтого цвета. Того витамина, который мы съемим. Да, но она должна быть такая чистенькая, а тут она какая-то вот, знаете, мудная. То есть это говорит о том, что этот витамин просто-напросто транзитом проходит через наш организм. И более того, если мы с вами, значит, больше всего витамина С содержится в шиповнике, витамина П содержится в свежей зелени, съедим шиповника, съедим, значит, этого зелени, никакой передозировки не будет. На всех упаковках синтетических витаминов сразу дано предостережение. Они могут вызвать передозировку и в некоторых случаях даже отравление. Так вот, основная витамина П заключается в укрепляющем действии именно на капилляры, чтобы проницаемость у нас капиллярного русла была сведена к минимуму, потому что кровь не уходила. Вот, и как раз витамин П повышает прочность капилляров и улучшает их эластичность. 6 сентября, день Евстихии. Евстихий известен как один из учеников святых апостолов Павла и Анна Богослова. За свою веру и проповеди был подвергнут самым разнообразным учениям со стороны язычников. Его бросали в клетку с дикими животными, морили голодом, прижигали тело раскаленным железом. Согласно Писанию, во время одной из испыток лев, выпущенный киевстихию из клетки, заговорил человеческим голосом. Многие свидетели этого удивительного явления приняли веру во Христа. Это был сытый период времени. Закрома у христиан были полны запасов. Да и в поле еще были остатки урожая, который предстояло собрать. Вечера в большей части Европейской России уже были достаточно холодными. И чтобы коротать их, женщины собирались в доме у какой-нибудь вдовы. С собой они брали шитье, прялки, вязание, пели песни, разговаривали и за такой приятной беседой делали работу. Приметы. Если наевстихия ветра нет, то семя льнаное на корню будет. Дождь наевстихия в сухой осени и хорошему урожаю на следующий год. Сегодня синица кричит, скоро жди настоящей осени с дождями и холодной погодой. А вот сколько этого витамина В имеет смысл есть? Вы говорите, что есть дозировка в этих витаминах синтетических. А значит, в натуральных источниках витаминах в общем-то отсутствует потребность следить за объемом. За объемом, правильно. А потребность витамина В точно не установлена, но установлено, что соотношение витамина В и С должно быть таково, что его должно быть витамина В в два раза меньше, чем витамина С. Тогда они работают так, как мы. А вообще в паре хорошо? Да, да. И оказывается, природные продукты как раз и содержат их в том количестве, в том виде, в котором они и нужны для нашего организма. А где этот витамин В, витамин Рутин, встречается? Он встречается у нас, ну, прежде всего, в клюкве как раз ты бежишь. Кстати, здесь же и витамин С имеется. Вот я читала в вашей книге про ягоды, про клюкву, про черную смородину и крыжовник. Да, да, да. Это черника. Смотри, вот я вам скажу, черника. Ягодная вообще такая штучка. Черешня, крыжовник, клюква и вишня. Вот, кстати, то, что окрашено таким красненьким пигментом, как раз вот и содержит вот этот удивительный витамин, рутин, наиболее лучшим для организма в виде. И, кстати, и здесь же, вот видите, вот этот пигментик. Угу. Но пока что на кровь похоже. А мы на капилляры восстанавливаем. И, кстати, здесь же содержится и витамин С. И вот, что еще интересно сказать. Если какие-то продукты, они обладают разным вкусом. Кисленький как-то. Кисленький? Да. А что делает кислый вкус? А что делает кислый вкус? Оказывается, кислый... Горкий вроде как сушит. Вот, горкий сушит, а кислый задерживает воду в организме и способствует тому, что наш организм, наводняясь водой, делается более эластичным. А. Удерживая воду. Вот, хорошей водой. Потому что бывает, что такая плохая вода, как-то лишняя вода, как-то лишняя. И эти магния, потому что у вас много лишней воды, думаю... Ну, не магния, а больше всего калий там. Калий? Калий, он содержится у нас в различных сухофруктах, особенно в сушеных абрикосах. Его хорошо используют в сушеных яблоках. И лишняя вода будет отлично выходить. Я думаю, мы надели, конечно, может быть, встретимся на эту тему. А сейчас синяки, синяки, синяки. Хорошо, синяки, синяки. Так вот, смотри, а теперь витамин С. О, витамин С все знают. Капуста, шиповник, цитрусовое. Цитрусовое. Грифрут, земляника, картофель. Картофель? Да. А петрушка? Петрушка, укроп, черная смородина, спина. Конечно, наибольшее всего его там в сухом шиповнике, черной смородине, зеленики, капусте и укроп. Это, кстати, и в лимон его достаточно. Слушайте, тогда получается, целебная кулинария рекомендует для эластичности сосудов творить любые блюда, где есть те продукты, которые мы перечислили. Хочешь в таком виде, да, хочешь в секунду. И как раз мы сделаем. Дело в том, что если это все будет в вареном виде, термическая обработка наиболее сильно разрушает как витамин В, так и витамин С. Потому что это витамины водорастворимые. И, кстати, все водорастворимые витамины, они как хорошо усваиваются, так и хорошо разрушаются. И если, вот, кстати, дело в том, что рутина относится к витаминам группы В, эти витамины действуют на наш организм как такие могучие жизнедатели, которые улучшают все процессы в организме. Как только их становится недостаточно, наш организм, чтобы он не получал белки, голливуды, сахара и так далее, он работает гораздо хуже. Он не может это все усвоить. Ему нужны витамины. То есть витамины, это просто активируются эти ферменты. А скажите, Геннадий Ильич, по каким признакам люди могут понять, что у них мало витамина С? Вообще, это удивительная идеология, и они реально из жизни. Разговариваю с приятельницей, она говорит, может, мне витамина С попить? Понимаете, почему? Ну да, 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 может быть, я куплю какие-то хорошие поливитамины, и вот буду, значит, к лету готовиться, там, и магний, и калий. Я говорю, а чего вы все их перечисляете? Вы сами-то что хотите? Я понимаю, что люди стремятся, но у них мало базы. Они плохо понимают, почему они хотят тот или иной витамин. Есть ли признаки, по которым стоит понять? Я о своих призналась. Стали возникать снеги, и все понятно. Клюква, вишня, смородина. Вперед, Танчо. 7 сентября, день в Арфоломее, назван честь перенесения честных мощей святого апостола в Арфоломее. Он принял смерть от нечестивых в армянском городе Албании. Здесь же был и похоронен в Оловянном ковчеге. От мощи апостола болящим подавалось исцеление, и многие из неверных обращались ко Христу. За это язычники выбросили его ковчег в море, но он не утонул, а плавал наподобие лодки, нося с собой бесценное сокровище. В итоге его прибило к острову Лепара. В народе этот день еще называли листопадником. Также собирали грибы, которые использовали для приготовления самых разных блюд. Обычно в этот день отправлялись женщины и дети в леса и приносили домой лукошки, наполненные грибами. Было очень распространено такое блюдо, как жареный картофель с грибами. Оно весьма сытное, чем подходило для людей, ведущих тяжелый крестьянский быт. Грибы в какой-то мере заменяли мясо и придавали блюдам мясной вкус. Такой обман часто использовали для приготовления различных блюд. Не все работы сегодня ограничивались сбором грибов. Крестьяне подготавливали запасы на зиму, занимались садовой земляникой. Приметы. Если много грибов в лесах, это к затяжной и холодной зиме. Перелетные птицы садятся сегодня на землю, погода будет ясной. Если сидят на крышах домов, жди ненастья. А ранний листопад предвещает раннюю зиму. Вперед. А вот признаки... Кому надо попить витамина С? Первое. Это наступает... Вот мы начнем с первых признаков и более легких, и закончим более тяжелых. Первое. Это частые простудные заболевания. Да. Нету сил бороться. Да. Окажется, витамин С дает такие могучие силы бороться с этим. Далее это упадок сил. Общий. Общий. Апатия. Далее у нас идет интересное. Это когда мы чистим зубы, кровоточивость десен возникает. Если мы на все это смотрим спустя рукава, далее у нас начинают шататься зубы и возникает так называемое явление цинга. Это уже крайне проявлено. То есть мы начали с простуды и пошли вот уже до цинга. Поэтому если хотите, чтобы у вас зубки были целыми, не шатались, чтобы не было простуд, чтобы была высокая работоспособность и хороший иммунитет, надо обязательно использовать в своем питании такие продукты, которые содержат витамин С. естественные. Дело в том, что существует огромное заблуждение между искусственными и естественными. Я уже сказал, что где-то разница колоссальна. Усвоение, да. Усвоение. Наш организм привык получать вот эти все витамины, то есть вот эти вещества, которые здесь содержатся, в таком виде эволюционно приспособлен наш организм все там брать из пищи. А что такое искусственная таблеточка? Это уже какое-то кристаллическое вещество, которое лишено воды, которое лишено других веществ, которые идут в связке, способствуют усвоению и выведению. Ну то, что и дураки, наверное, тоже как-то придумывали молекулярную основу этих таблеток, чтобы они переваривали. Хорошо. Будем так говорить, уж не будем глупыми называть ученых, но они пошли по такому пути и думают, что наш организм, знаете, ну как своего рода какой-то механизм, который все там усвоит и переварит. И я простой пример привожу. Вот мы берем яблочко. Кстати, в яблочке содержится и витамин С, ну конечно, не в таком большом количестве, и витамин П. Яблочко, Танюша, съест, все усвоится, все нормально. И даст ей красоту и здорово. Если это яблочко, оно содержит, вот смотри, как они считают, оно содержит, допустим, там 100 калорий, ну примерно. Вот так вкусно, рассказать, я ее помою вам. Хорошо, помою, помою, помою. Вот, и если это яблочко мы с вами положим и начинаем запекать в печке без доступа воздуха, это яблочко обугливается, сохраняет все, значит, калории, которые имелись, потому что все это, знаешь, как определяется, в калориометрическую печь кладется, сжигается и измеряется количество калорий. Так вот, вот это яблочко мы усвоим, мы его положили в калорометрическую печьку, значит, превратили его, обуглили, и оно содержит тоже 100 калорий. Но можем мы съесть этот уголь или нет. Вот, и сразу все становится на свои места. То, что мы можем усвоить отсюда, мы не можем усвоить из синтетических витаминов. Я поняла. витамин и термической обработки, они просто-напросто как белок яйца сворачиваются и становятся гораздо труднодоступными для нашего организма. И в результате это все вроде бы должно содержать, но мы съедаем, оно не усваивается. У нас нет этих механизмов. Запечатали мы это термообработкой. Все запечатали. Есть еще один интересный факт. Кстати, витамин С, который мы поедаем, с яблочками, с зеленью, с репутой и так далее, он, значит, предупреждает некоторые формы онкалорий, уменьшает количество холестерина, которое у нас проявится, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, образование тромбов и аллергии. Когда это все нормально, у нас все это переваривается и сгорает, как только это в виде вот этих вот веществ поступает в организм и болтается по крови, и потом выводится с почками, как я сказала, вот так вот, в виде желтого какого-то образования, что она делает? Оно вызывает аллергию. Это вы просинтетические эти витамины? Да, они могут образовать аллергию. Съел пол пачки, пожалуйста, покрыться какой-то крапивицей. А ты съел килограмм яблок и ничего. 8 сентября, день Наталии, по прозвищу Овсяница. Поминают святых мучеников Андриана и Наталью. Это муж и жена. В то далекое время были гонения на христиан. И Андриан, сам не будучи еще христианином, был удивлен тем, что они не боятся и легко переносят самые лютые пытки. Он спросил у них, что за наградой их поджидает у Бога. Они ответили, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И Андриан причислил себя к христианинам. Тогда язычники схватили его и отправили в темницу. Наталья поспешила навестить мужа в тюрьме. Там Андриана подвергли различным учениям. И все это время рядом с ним находилась Наталья, молилась за него. Его убили до тех пор, пока не прорвало чрево и из него начали выпадать внутренности. Андриан был молод и нежен телом. Ему было всего 28 лет от роду. Наталья ободряла его и утешала после пыток. Узнав о том, что многие благочестивые женщины приходят в темницу и прислуживают узникам, нечестивый царь запретил их допускать туда к узникам. Тогда Наталья остригла на голове свои волосы, переоделась в мужское платье и, войдя в темницу, в образе мужчины, она прислуживала мужу своему и всем прочим святым и мученикам. Узнав об этом, царь велел перебить мученикам голени и руки, чтобы они умерли. Наталья попросила мучителя начать с ее мужа, так как опасалась, что он не выдержит, глядя на других. Подняв ноги мужа своего, она положила их на наковальню. Мучители с сильным ударом молота по ногам мученика перебили ему голени и отбили ноги. Но, тем не менее, они прожили вместе 13 месяцев. После сбора овса сегодня традиционно ели блины и овсяные кисели, поэтому и называли этот день овсяницы. Первый собранный сноб овса несли в избу и ставили под образ в красный угол. Все работавшие садились за стол, а хозяйка угощала их специальным блюдом под названием дежень овсяным толокном, которое было замешано на воде или молоке, приправленной ягодами. В это время собирали рябину и калину. Отвары и настой из калины и рябины использовались для лечения самых разных болезней. Эти ягоды повышают иммунитет, восстанавливают силы. Приметы. Холодное утро на Наталью Овсяницу предвещает раннюю и холодную зиму. Слушайте, я хочу добавить такую женскую нотку. Смотрите, конечно же, в разных аптеках разные цены. Допустим, там 200 рублей какой-то витамин. Ребята, килограмм клюквы. У всех по-разному, но у меня на рынке стоит 140 рублей. Килограмм. Вопрос только, как у нее есть. Я уверена, что многие ее любят и верят, и знают про ее пользу. В морсе могут. Но морс тоже, во-первых, и термообработка, о которой мы говорили. Во-вторых, там такая сладость, она, конечно, вот лично у меня, вот я сладкая, редко ею. Вот сегодня выпил молочный коктейль сладкий в магазине. У меня прям пленка в горле стоит, то есть вот этот сахар как-то прям, он прям мешает мне. Сахар сушен в целом. Да, вот. Вопрос, как сделать эту клюкву вкусной? Ну вот правда. Как ее сделать вкусной? И вот для этого, как раз и существует наша целебная кулинария для того, чтобы вот этот полезный продукт мы съели и получили из него вкусное и полезное блюдо, которое будет укреплять наши сосуды. Итак, мы с вами примерно взяли грамм 100-150, может даже 200, да, клюкву, сразу витамин В, витамин С, который будет укреплять наши сосудики, десны сделать хорошим. Теперь мы берем всю зелень. Теперь мы берем зелень. Так, тут осторожненько, тут какая-то леска имеется. Опа, есть. Сидим мы сразу вот столько зелени? Я сразу? Да. Но я буду целый вечер с водой не подтягивать. Тяжеловато. Да, да, да. А вот в нашей целебной кулинарии мы это все сидим. Слушайте, вот те, кто смотрит нас сейчас первый раз, они наверное в шоке. В шоке? Что это когда они закладывают в блендер? Зелень. Зелень, да. Причем какую зелень? Петрушку, укроп. Они говорят, еще кинь сюда положили. Ну то есть то, что едят с курсаном и помидорами. Да, да, да. И смотри, мы даже можем с тобой добавить корочку. Цедру. Да. Она мытая? Где ее? Она мытая. А не будет ли кислый? И клюквы это кислые, и лимон это кислый? А мы сюда добавим еще нота для того, чтобы у нас это все не было кислым. Нутер чеснека. Давай. Давай. Это мы сюда. Да. Можно все? Тогда помой, пожалуйста. Давай. Готовим. Ну дайте я тем, кто впервые на нас смотрит, скажу, вы даже себе затрудняетесь в самых смелых фантазиях представить, какая вкуснятина получается у Геннадия Малахова, когда он делает свои фирменные смузи. Вот все, что сейчас полезного и для сосудов, и для иммунитета, вот оно здесь все есть, но просто это взбить в блендере мало. Должна быть основа. Основа. Кисло-молочный жидкий напиток. Но я вот каждый раз, когда покажу тебе, тетечка, давайте напряжененькие. Вот такая вкусня. Давайте ряляем. Но можно и на кефиле. Можно на кефиле. На любом кисло-молочном продукте. А зачем мы добавляем творог? Вот я не могу понять. Творог. А творог мы можем и не добавить в этот раз. А что? Да, мы можем его идти абсолютно без творога. Творог, конечно, мы можем добавить для того, чтобы у нас еще это было более сытное, более, так сказать, полезное. Чтобы у нас лучше волосы росли, ногти росли. Добавим. Хорошо, потому что здесь как раз полноценные белки содержатся, легко усваиваемые. И с зеленью они будут усваиваться великолепно. Кстати, мы можем сюда… Не много ли вот этого лимончика? Я прям смотрю… Лимончика? У меня сводят руки так же, как скулы. Хорошо, хорошо, хорошо. Я думаю, что вое тело уже показывает невозможно. Хорошо, хорошо, хорошо. А сейчас мы посмотрим как раз, как это можно или нет. Так, и мы сюда можем еще добавить… У нас витамины группы В содержатся в проросшем зерне. Мы можем сюда добавить столовую ложечку проросшего зерна, который обогатит нашу смесь, сделать ее более целебной. Итак, добавляем. Это вообще потрясающая штука, это самое проросшее зерно. Геннадий Петрович проращивает это зерно. Сколько лет, пока Геннадий Петрович в холодильник пошел за зерном? Я вспомнил… Сколько лет проращиваете? Уже лет это… Десять. Десять, я хотела сказать десять. Вкуснотища… Вот она. Надо новую курцию, наверное, сделать, да? Сделаем. Едоков там много в целебной кулинарии. Да. Опа. Да. И хватит. Так. Давайте так чуть-чуть этого творожка. Давайте творожка. Окей? Окей. Кладем два ножка. Может добавим тогда обнаряжение и угостим всех-всех-всех-всех, кто находится в студии программы «Целебная кулинария». С удовольствием. Мёд. Мёд таёжный. Мёд таёжный. Это хорошо. Таёжники прислали. Тёмные кухты. Опа. Так-так-так-так-так-так. Это мне уже всё нравится. Уже всё нравится, да? Я вам так скажу. Вот с этой вкуснятиной лечить сосуды и восстанавливать эластичность капилляров – милое дело. На завтрак, на обед и на ужин. Опа. Теперь остаётся нам включить. И кремовод. Давай. Кстати, корочки, которые я сюда положу, они придадут особый аромат, но этот же аромат говорит о том, что эта наша смесь будет обладать бактерицидными свойствами. Красивые. Сейчас я попробую. С такими пупырышками. Как? Можно ещё мёда. Ну, давай. Ещё мёда? А я не очень люблю сладкое. Хорошо. А если ты любишь кисленько, попробуй. Если да, то мы разливаем пьём. Ну и что? Ещё мёда. Ещё мёда. Ну, вот я так и сказал. Мёда ещё надо. Ещё мёда, да. Потому что для меня лично вот клюква с лимоном в в паре оказались очень таким сильным. Так. Вот видите, всегда пробуйте перед тем, как непосредственно разливать. Угощаем всех, да. Да. Попробуйте, какой на вкус получается. Угу. Делаем корректировочку и всё у нас получится как надо. 10 кг. Отлично. И разливаем по новой. И уже разливаем по новой. Попробуй. Тепереча. Тепереча. Как она? Мне кажется, в этом я могу плавать не только. Всё? Нормально? Очень вкусно. Спасибо. Так. Слушайте, ну это же прям животворящая какая-то история. Порошая пшеница живая, клюква живая, лимон живой, зелень живая, ряженка с творожочком. Хорошо? И вкус получился очень хороший. С вот таким вот ароматом цитрусовых. Аромат цитрусовых. Мне кажется, даже я слышу петрушку. 9 сентября. День Пимена Великого. Пимен по-гречески пастырь. Он родился в Египте. С юных лет он посвятил себя вере в Бога, проводя дни и годы в трудах постнических и непрестанно молясь, преуспел в добродетелях иноческих. Он умертвлял свою плоть, воевавшую над дух, истощал ее как пленника великими трудами и покорял ее на служение духу. В результате взошел на вершину бесстрастия и стал славнейшим из всех пустынных отцов. Скончался он в возрасте 110 лет. Сегодня почитали рябину, собирали ее урожай наряду с калины. Наши предки ценили целебные свойства рябины и калины. Снадобие на их основе использовали для лечения простуды, нервных заболеваний, цинги. Использовали для повышения иммунитета, улучшения свертываемости крови как бактерицидное и мочегонное средство. Была распространена традиция подвешивать гроздья рябины над крышами своих домов. Приметы. Если много рябины уродилось, это к ненастной осени и холодной зиме. Гроза сегодня предвещает теплую осень. И если птицы не всю рябину сели, значит зима будет мягкой. Появление комаров в конце первой декады сентября к мягкой зиме. Актер, представитель Владимир Сергеевич Перевяков. Доброго дня. Здравствуйте. В гостях целебной кулинарии. С чем вы к нам пришли? Ну вот я хочу вам приготовить капусту со сметаной. Вот я обычно знаю, что много... Капусту не перевариваете? Не, варю. Почему она хрустела? Важно. Чтобы сохранили иногда полезную сметану. Не, ну просто, я не знаю хрустела или нет, просто чтобы она была вареная. Вот. Вообще редко, когда со сметаной. Это капуста со сметаной. Обычно с маслом едят, потом солят капусту, там гвазят. А вот со сметаной я вот не видел, чтобы в гости часто хожу. Никогда не видел, что со сметаной. Это вот фирменное блюдо. Это моя мама научила мне. В вашей семье. Да, в нашей семье. И вот это семейное, так сказать, блюдо. Ох, как вы сразу много навязаете. Или потом больше. Нет, мы его еще будем крошить. Оно простое, в изготовлении, и недорогое, и быстро, я бы сказал. И, кстати, если мы говорим о капусте, она обладает рядом целебных качеств. Да, да, да. Там противоязвенный такой фактор имеется, то есть противоонкология, сразу будет хорошая профилактика. Значит, работа прекрасно жемлочного кишечного тракта, вот что нужно взять капусту. И, кстати, в древнем Египте рабочих, которые работали на строительстве тирамид, кормили капустой, которая давала им силу. Отлично. А мне капуста нужна, чтобы кальций был. У меня вот ломкие ногти говорят, врачи мне сказали, что не хватает витамина в кальция. И я думаю, что кальция не хватает многим нашим зрителям. Вот, Геннадий Петрович, поделитесь, какие еще продукты нужно есть, чтобы был кальций? Кстати, действительно, значит, в капусте имеется некоторое количество кальция, больше его, конечно, это будет в твороге. Но, тем не менее, вы сказали, что у вас ломкие ногти. Да, да. Вы знаете, что происходит? Оказывается, два элемента дают в организме человека следующие факторы. Это кальций – крепость скелета, и кремний дает эластичность связок. Так вот, если у вас что-то трещит и ломается, это говорит не столько о том, что нехватка кальция, а о том, что его может быть избыток, который ведет к нарушению эластичности. Поэтому для того, чтобы кальций у нас нормально усваивался, оказывается, надо, чтобы крем не обязательно был в нашем организме, плюс, значит, что еще? Должен быть баланс особый. Да. Поэтому вы занимаетесь своей капусточкой, а я тут параллельно сделаю для вас такое блюдо, которое способствует и усваиванию кальция, и тому, чтобы ногти не ломались, а были эластичными. Как вы видите, да? Я вот, смотрите, заранее заготовил куриные яйца. Вот тут бывают, смотрите, что-то вот такие вот пометочки. Мы их лучше всего удалим лишнее. Ну да, краска нам навредит, да? Краску удаляем, смотрите, раз, вот. Скаррупа представляет собой самые лучшие кальций, тем более он природного происхождения. И здесь даже особенно термически не обработан. Просто-напросто хорошенько яйцом это помыли. Видите, как оно сразу будет действовать полезно. Но для того, чтобы он усвоился, мы сейчас вот как раз сделаем особый препарат, который можно легко делать дома, и ваши ноготки, ноготки, волосы и кожи будут великолепны, а заодно сосуды. Потому что если у нас в организме избыток кальция, и ногти начинают ломаться, это говорит о том, что и сухость есть, это говорит о том, что им слишком много у нас вот этого, ну, избыток кальция, это же сказывается и на сосудах. Ломка сосудов также может быть. Поэтому... Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Поэтому мы с вами, смотрите, вот взяли скорлупу яиц, 4 яиц. Теперь мы все это с вами на кофемалочке измельчим. Берем аккуратненько это все. Хорошенько высушили. Поэтому куриные яйца не убрасывайте после того, как вы там съели вареное яйцо. Вареное яйцо высушите. И мы их с вами будем использовать. Так. Где у нас кружечка? Вот она. Опа! И... Измельчаем. Измельчаем. Измельчили. Смотрите. Ох, как мы измельчили. Это не мясорубка, а... Это кофемолка. На кофемолке, да? Измельчили. Вот. Измельчили. Теперь мы с вами добавим травки, где содержится кремль. Лучше всего, чтобы это был биологически активный кремль. Поэтому он содержится у нас с порошей и полевом хвоще. Значит, мы берем немножечко, чайную ложечку примерно, травы. Так. Нам, наверное, хватит с вами, да? Хватит, хватит. Хватит, хватит. Сейчас я объясню зрителям. Давай. Ага. Ну вот. Я нарезал капустой. Не обязательно сильно мелко. Вот. Сейчас на сковороду. Давай. Тут уже вода. Готовая. Ты перепела? Вот. И сейчас я это... Аккуратненько. Высыпаю. Да. Высыпаю капусту. Сковороду. Вот. Вот. Да. И сейчас мы посолим ее. Вот. Ну, воды... Воды заливать столько, чтобы вот... Хватило скипеть. Когда уже... Вот это... Тут минуты, наверное, ну, максимум 10. Даже меньше. Ну, все. Вот. Хорошо. Пусть она скипит, чтобы все это пропарилось у нас. Да, 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 да. И сейчас посолим еще. Посолим, размешаем. Что здесь у нас? Соль есть. Вот. Соль. Ну, вот. Смотрите. Вот сколько... Вот по ложечке... Ну, давайте. Смотрите, Сава. Как вы сделаете? Ну, она еще она столько. Давайте. Вот. И сейчас размешаем еще. 10 сентября. 10 сентября. День Анны из Савы. Скердникова. За свою благочестивую жизнь Анна была наделена даром пророческим. Видела Христа младенцем. Сава Крипецкий, Псковский, исцелил больную жену Ярослава Мудрого молитвами. Он всегда говорил о соблюдении телесной и нравственной чистоты, склонял людей к праведному образу жизни. Также почитают и преподобного отца Моисея Мурина. Мурин означает эфиоп, то есть чернокожий. Сегодня крестьяне начинали складывать снопы в кадушки из кирды, чтобы уберечь урожай от ненастья, так как приближалось время затяжных дождей. Именно это занятие и дало название этому дню. Кирдник. К этому дню завершали озимый сев пшеницы. Сегодня молились Моисея Мурину об избавлении человека от пьянства и курила. Сегодня проводились осенние ярмарки. Одни продавали, а другие покупали фрукты, овощи, одежду, домашнюю утварь и многое другое. Заканчивали убирать коноплю. Тогда еще не было подсолнечника и конопля считала ценной масляничной культурой. Также заканчивали собирать урожай яблок. Свататься в этот день не стоит, поскольку может принести беду. Приметы. Сухой сентябрь, значит зимние дни наступят еще не скоро. Если гуси и журавли до этого дня еще не улетели в теплые края, зима будет поздней и теплой. Если в этот день падающие осиновые листья ложатся на землю вверх лицом к студеной зиме, к верху изнанкой к мягкой снежной зиме. Соль. Еще чуть поменьше. Чуть поменьше. Соль. Так. И сейчас размешаю это все. Чтобы все хорошенько перемешалось. Да, да. Соль. Вот. И крышечкой закрою. Крышечка у нас есть. И пусть она кипит. Ну, кипит, я думаю, ну максимум 10 минут. Вот. Кстати, у кого слабость пищеварения для того, чтобы вот оно лучше работало, добавляйте действительно соль. Потому что соль, это соляная кислота в желудке. И будет лучше все это воспринимается. Ага. А мы с вами делаем дальше препарат для того, чтобы у нас был кальций в норме, и кости, и ногти не ломались. Поэтому добавляем еще вот. Прям в крыша, да. Это чай? Это вот. Травы. А, травы. И специальный корж. Как они делают? Полевый и полевой хвощ. Ветровой. Ага. По чайной ложечке. Все это мы все перемешали. Ага. Давайте. Сейчас еще перемешаем. Вот. Смотрите, у нас получится такой порошок. Теперь смотрите, что мы с вами делаем. хальций и кремнии в таком сочетании, что они будут усваиваться лучше. В организме. Один будет способствовать усваиванию другому. Наполнять другому. Да. И ноготки наши перестанут крошиться. Теперь смотрите, мы с вами так это все перемешаем. раз. И все или еще что-то? Нет. Воды, да? Кипитка? Нет, 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 нет. И спешите. Мы с вами добавим еще сюда сока лимона, чтобы оказываться лимонно-кислый кальций, который будет, он усваиваться лучше. Поэтому мы добавляем столовую ложечку лимонного сока. Да. Это все способствует тому, что наш кальций начинает гоститься, начинается такая пенка. Слышите? Зашипел. Да, кайпусы речки пошли. Вот, 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 вот. Добавим еще немножечко лимонного сока. Столовую ложку. Да, столовую ложку. Еще. Еще. Вот, чтобы все это хорошенько у нас. Чтобы все оно променьшалось. Да, да, да. Вот. Естественно, есть такое, ну, будем говорить, не особо приятное. Да. А нам надо, да. Для здоровья. Чтобы было еще и вкусно и полезно. Поэтому мы с вами еще добавим, чтобы это все вместе соединилось. Да. Мы добавим мёда. Мёда добавим примерно, можем добавить чайную ложечку, можем добавить столовую ложечку, кто как. Мёда. И хорошенько опять-таки. Немного, не мало. Мёда, чтоб она не мешала. Немного, не мало, действительно. Чтоб она вот хорошенько перемешалась. Все это. Вот. У нас получается смесь, которая будет питать наш организм биологически активным кальцием в таком сочетании с кремлем, чтобы прекрасно усваиваться и делать наши ткани гибкими, а не чёрсткими и ничего у нас ломаться не будет. Поскольку есть его, дай по одной чайной ложечке. Если нашла, попробуй. Сейчас. Так. Так. Хорошо, сейчас я вам дам ложечку и вы попробуйте, что у нас в конце концов получилось. Возьмите одну треть. Одну треть. Много не надо обыть. Одну треть ложки, да? Да. И просто набрасываю. Отсосите. Ну-ка. Что у нас получается? Не так вкусно и вот эти песчиночки есть, но это хорошо. Как песок на зубах. Да, песок есть, да. Ну пускай это всё. Это яйцо. Да, да, да. Это яйцо. Просто если его ещё меньше переволоть, оно тогда не будет так. Но тем не менее, ну правда. Быстро, да. Быстро и удобно, да. Быстро и удобно, да. Быстро и удобно. И вот это вот приготовили, и будете употреблять. Угу. Кстати. В день как? Вот по ложке я понял, да? За раз. По одной чайной ложечке просто-напросто его, значит, рассосать во рту. Значит, лучше всё это всё как можно меньше измельчить, чтобы оно вот такими крупными не было. Но тем не менее, и это нормально. Это как? За раз одну ложку. За раз одну ложку. За раз одну вот такую ложку. Всё. Польше, ну да. Это вполне достаточно. И в день сколько ложек можно? Одну. Одну. Всё. В любое время дня. Курс делаете примерно 10 дней. Этот препаратик по приниманию, потом 20 дней перерывчик, и потом можете опять. Да. Кстати, знаете, вот учёные насчитали около 300 признаков нарушения работы организма в связи с нехваткой кальция. Да, да. Я тоже читал, да. И у многих вот не хватает, даже у моих знакомых кальция, я вот с кем общаюсь. Это нарушение роста. И у детей. Кстати, у кормящих матерей, если они будут использовать вот этот как раз смесь, то знаете, что получается? Они не потеряют свои зубки, волосы. Потому что когда мать кормит молочком, кальций из её организма уходит для того, чтобы формировался у ребёнка скелетик. И поэтому объединяется организм. Как только она вот это вот использует, я знаю на практике случаи. Значит, зубки, женщина родила 5-5 детей, выкормила их, и зубы целые, волосы нормальные. А то, как правило, после второго ребёнка там уже и зубы надо менять и прочее. Геннадий Петрович, ещё вопрос. Скажите, после того, как я эту ложечку съел, запивать не надо? А она тогда так и нормально усвоится. Я объясню. Более сначала хочется запить, но когда мы её рассасываем, и там имеется слабенько, вроде бы она всё так усвоится. Я думаю, что так она усвоится лучше, если не запивать, да? Конечно. Потому что так у нас усвоится в воде, а так… Угу. Угу. Смотри, удобно, быстро и ложку в день. 11 сентября. День Ивана Постного. Назван в честь святого пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Он предсказал появление Иисуса и крестил его в водах реки Иордан. Иоанн Предтеча погиб мученической смертью. И всё потому, что порицал царя Ирода Антипу. У этого царя была супруга, но он оставил её. И убив собственного брата, забрал его жену Ира Иаду, с которой стал сожительствовать. Обличение не понравилось Ира Иаде, и она подстроила так, чтобы обезглавили Иоанна. В народе сегодняшний день называли репным, так как убирали этот корнеплод. И на столе обязательно должна была быть репа и много другой вкусной еды. А также принято было собирать и другие корнеплоды, свёклу, морковь, картофель. Что касается названия Постник, так это от того, что ели сегодня овощные блюда из репы и другие. С этого дня осень постепенно вступала в свои права. Даже была пословица «Пришёл Иван и за собой лето увёл». Кстати, сегодня устанавливались некоторые запреты. Нельзя было собирать и употреблять в пищу капусту, яблоки, лук и всё то, что напоминало человеческую голову. Связано это с тем, что сегодня церковь почитает память Иоанна Крестителя, который был обезглавлен. Кроме того, сегодня нельзя в руки брать нож. Это к большому несчастью. Сегодня также поминают всех воинов, которые ранее погибли в сражениях. Обязательно раздают милостыню нищим и обездоленным людям. Угощают их едой. Иван Постный считался своеобразным рубежом. В поле уже не выходили, а занимались приготовлением разносолов. Сегодня открывались осенние ярмарки и торги. Приметы. Если на Ивана Постного журавли на юг улетели, то зима будет ранней. К снегу, если увидишь лебедя, летящего в небе. А если гуся, то к дождю. А 20 дней перерыв это когда? Сколько? 10 дней вы это все принимали и 20 дней перерыв. И так в течение года, да? И так в течение года, да. Сосудики будут эластичные и кости. Потому что если слишком много кальция оказывается, вот это все у нас делается хрупко. На ногти, кости, сосуды и прочее. А сосуды она как укрепляет или чистит? Сосуды как раз она будет делать стеночку эластичной. Потому что смотрите, что получается. Вот кальций, когда он кальцинирует сосудистую стенку, она делается хрупко. Как только давление повысилось от того, что человек поволновался, погода, там что-нибудь напряжки еще. Да, он как тяжело поднял, да? Вместо того, чтобы расшириться, он лопается сосуд. И так, что у вас там получается с хрупкочкой? Слышу, она так пахнет. О, смотри, уже почти нет. Ага. Сейчас. Так, ложечка, ну-ка. Сейчас я... О, начало пахнуть. Да, да, да. Вы слышали? Вот. И попробуем. Давайте попробуем. Так, сейчас попробуем. Смотрите, как она ленили. Так, сейчас вот сюда. Давайте. Перекладывайте. А мы можем здесь как раз все это перекладывать. Так, сейчас я попробую. Ну давайте, попробуйте. И кстати, старайтесь капуточку несколько не давать, чтобы она в середине немножечко хрустела. Тогда она сохраняет все свои полезные свойства, ну вернее большинство полезных свойств. И... По-моему сварилась, попробуйте тоже. Давайте. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так. По-моему уже сварилась. Прошло 10 минут. Сварилась? Да. Ну все еще. Именно то, что она слегка хрустит, это говорит о том, что она большинство своих полезных свойств. Так мы даже... Да. И мы снимаем. Да. Ужижку поднимаем, а? Я снимаю. Вот сюда. Воду немножко вылить. Ага. Можно воду вылить? Да. Вот так вот как-то. Ну давай. Давайте, выливайте водичку. А, кстати, ее можно пить. Давайте ее в стакан убить. Давайте, тогда не надо. Она ж вся с витаминами. Конечно. Вот. Поэтому ее лучше выпить. С удовольствием попробую эту водичку. Угу. Да, да. Ну она ж пропитана витаминами. Там чуть-чуть останется воды, это не беда. Ничего страшного. Да. Оно даже нужно. Лучше со сметаной уснулиться. Вот. Так вот. Чуть-чуть там даже на дне. Давай. Сейчас есть вода. Так. А где? А вот сметана у нас. Сметана. Ну все просто. Сейчас сметану, значит, сюда вот снимаем. Ну это ложки 3-4 где-то вот. Вот здесь. Кстати, вот это блюдо, если поменьше добавлять сметанки, будет способствовать тому, что очень будет стройнить нашу флеводу. И, кстати, все я знаю диетологи, которые работают с людьми, у которых вес зашкаливает за 200 килограмм, и потом они спускались килограмм где-то 90, они весили 100, применяли в питании капусту. В любых видах. И вот эта капуста, конечно, Владимира Сергеевича, великолепно будет подходить для этой цели. Вот. Даже можно еще ложечку там где-то у нас сметанки. Сметанки? Банки. А вот выбрали. А мы уже всю ее израсходовали. Незаметно. Ну ладно. Вот. И сейчас можно огонь потише сделать. Что? Она потушилась? Да, потушилась, впитала сметану. А, сметанку и спитала. Вот. На слабом огне, да. То есть, чтобы все компоненты соединились вместе. Да. Так, вот я сейчас огонь немножко тише сделаю. Давайте. Она как раз вот сейчас просто отлетает. А горячая она будет держать это. Не, не, это все она держит? Нормально. Она, знаете, как русская печка держит эту температуру. Да, да, да. 12 сентября. День Александра Невского. Почитается память Александра Невского. День перенесения его мощи. Его считают заступником русской земли. В памяти потомков навсегда останутся битвы, в которых он одержал победу, Невская битва и Ледовое побоище. Сама же история данного праздника начинается с 17 века, когда Петр I решил перевести мощи князя Александра из Владимира в Санкт-Петербург, полагая, что данная реликвия будет защищать новую столицу от врагов. Сегодня старались накрыть богатый стол и устроить пир. Поэтому этот день называли свытник или сытником. Как правило, обязательно готовили ячменную кашу на молоке, а также подавали на стол хлеб, выпеченный из зерна нового урожая. Совершали специальный обряд, который гарантировал плодородный год. Для этого завивали в одну косу ячменные стебли вместе с ляными и овсяными и произносили заговор. Приметы. Если птицы сегодня высоко кружат и не желают улетать, осень будет теплой и продолжительной. Если сегодня теплый и ясный вечер, это к хорошему урожаю в будущем году. Если лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо, морозы наступят не скоро. Какие у вас еще вопросы? Так, ну что вопросы. Так, как держать себя в тонусе? Ну вот я лично летом, потому что актер должен быть физически здоровым. Не только иметь талант, чтобы... Чтобы организовать, надо физически здоровым. Да, весь спитак или играть это 2-3 часа, иногда бывает и по 7 часов. Что я, например, летом бегаю, плаваю... Волгу, кстати, переплываю туда и обратно за 19 минут 26 секунд. А сколько там? 700 метров в один конец всего... 1400 метров. Ну для любителей, я считаю, результат хороший. Учитывая, что олимпийский чемпион Владимир Сальников полтора километра чуть меньше 15 минут плавает. А я за 19-26 километров 400. На 5 минут больше, но учитывая, что я любитель, это учитывая... И возраст, да, это хорошо. Да, летом стараюсь, ну зимой стараюсь больше двигаться, гантели... Когда есть время, там, гимнастику, на тренажерах... Вот, это из парня... Правильно, правильно. Ну вот так, по лестнице на 10-й этаж всегда пешком. На 10-й этаж? Да, вниз, вверх, всегда пешком. Вот, это хорошо, это великолепная нагрузка. Ну что еще, питаться я питаюсь, как обычно все. Вот питание, что вы посоветуете? Я бы посоветовал еще проросшее зерно добавлять. Потому что проросшее зерно, как раз на одной из передач на голове, она дает витаминные группы В, которые способствуют усвоению того же кальция. Потому что мы думаем, что мы съели кальций и все там, что он усвоится. На самом деле, чтобы он усвоился, нужны и витамины группы В. Нужен, как мы говорили, и кремний, чтобы все это взялось. И если только один кальций, он будет, знаете, как в чайнике, накипо образовывать на наших сердцах. Все, он становится не усвоенным. И, кстати, давайте попробуем, что у нас с вами получилось, да? Вы его выкладываете или отсюда вы выкладываете? Да, да. Ну, я... Что? Вы по порции любите выкладывать. Можете туда себе... Хорошо, хорошо. Я это сейчас попробую себе. Вот у меня есть маленькая. В принципе, готово. Можно еще подержать, мне кажется. Ну, смотри. Чтобы она еще потушилась. Хорошо, я вижу, вот она тут с подливкой. Как раз будет стимулировать выделение желудочно-кишечных соков. И сама вот эта клетчатка, она становится не грубая, а мягкая. Будет способствовать тому, что пищеварение будет великолепное. И если страдаете запором, то все исчезнет. Кстати, запоры возникают еще и потому, что у человека мало биологически активного кальция. Ну, как... или еще немножко вкусно. В принципе, мне кажется, готово. Мне так нравится. Так. Диспетра получилась вкусная, хрустящая капуста. Вкусим, приятно есть? Да. Видите, быстро. Вот. Буквально 10 минут она кипела в воде. И потом вот 5 минут еще со сметаной. Чтобы она прохиталась, все. Вот. Ну, буквально 15 минут. Ну, и там порезать 5 минут. Ну, максимум. Вот. Капуста. То есть, быстро или удобно. И вкусно, и питательно, и витаминов. Кстати, я в интернете читал, очень много витаминов в капусте. Очень много. Я бы сказал, среди овощей, наверное, одна из самых-самых, где много витаминов. По доступности, по простоте приготовления и по микроэлементному составу, витаминовому составу, это блюдо, можно сказать, ну... Часто первое. Так что, если вы знаете толк в кухне, особенно целебные курины, обязательно воспользуйтесь советом Владимира Сергеевича и моими дополнениями к этому. Иду. Доброго вам доброго. С готовки, с готовки. И наше фирменное домашнее блюдо. Капуста со сметаной. Мы её назвали, когда я снимался передачей Звонужин. Мамина капуста. Мне это название нравится. Итак, Мамина капуста от Владимира Сергеевича Кирбякова. Доброго вам доброго. И приятного аппетита. 13 сентября, день Киприана. Назвен в честь святого священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В юные годы он был язычником и работал юристом. Осознав своё истинное предназначение, пришёл к правильной вере. В итоге он стал искусным богословом и большую часть своих сочинений посвятил вопросам отступничества и причинам, которые его вызывают. Киприана считают создателем канонического учения о единстве церкви и первым африканским епископом-мучеником. В народе этот день называли журавлиным вече. Считалось, что сегодня журавли собираются на лугах и решают, куда им отправиться на зимовку. Сегодня собирали урожай корнеплодов – свекла, картофель, морковь и клюквы. В народе существовало мнение, что клюкву нельзя собирать раньше этого дня. Это могло навлечь беду на человека. Мол, женщина может стать бесплодной, а мужчину нечистая сила сведёт с ума. Либо нечист просто может человека в болото затянуть. Первый за клюквой в этот день отправляли человека, родившегося сегодня. В народе существовало поверье, что он должен знать места, где растёт много клюквы. Из собранной клюквы готовили начинку для пирожков, варили кисели и варенье. Приметы. Если сегодня журавли курлычут и летят по небу неспешно, осень будет тёплой и затяжной. Если журавли летят на юхне клином, а по одиночке – это к неурожайному году. Сегодня у нас в гостях у целебной кулинарии заслуженный артист России Карен Аунисян. А сам он, знаете, как себя называет? Артист-юморист. Ну да, артист разговор жанра. Всем сразу ясно и понятно. И в этом сущность человека. Он не хочет выделяться, но в то же время он хочет показать свой весёлый нрав и своё лёгкое отношение к жизни. Всё правильно, Геннадий Петрович. А вот с чем вы к нам пришли? Я вижу тут мясо. Геннадий Петрович, я хочу сегодня вместе с вами приготовить замечательное блюдо. Я скажу, у меня есть свой такой, знаете, корыстный интерес, потому что это моё самое любимое блюдо. Называется оно хашлама. А что оно в переводе означает? Ой, в переводе я, честно говоря, не могу перевести. Я знаю, что это старинное армянское блюдо. И я знаю, что есть много рецептов в приготовлениях хашламы. Есть, например... Я чувствую, у вас аж слюнки побежали. Я в ожидании, когда мы начнём это всё готовить. Ну, давайте. Ингредиенты у нас уже готовы. А какие ингредиенты? Что в основном сюда входит? Ну, без мяса баранины, естественно, у нас ничего не получится. Самые два нас. Без мяса баранина. Причём ребрышки. Обязательно должны быть ребрышки. Это очень вкусно. И чтоб ребрышки ещё молодого ягнёнка. Потому что, да, есть люди, которые любят готовить, например, вот это блюдо, готовить, скажем, в собственном соку, не добавляя туда воды. Есть, которые любят готовить, когда очень много воды, и это как первое у нас, как бы первое блюдо. Мы возьмём средний вариант. Чуть-чуть воды, но, в основном, всё это будет в своём соку. Я как раз немножечко подготовился насчёт мяса, насчёт баранины. Вы знаете, что я узнал? Очень будет интересно. Оказывается, от баранины образуется хороший округ. Это основа организма. Да, хороший округ. Раз. Далее. Мясо баранина способствует тому, что есть люди, у которых организм плохо обогревается. Так вот, она придаёт теплоту. И ещё самое интересное, и самое, возможно, главное, выводит лишние ветры в организм. Не зря я всё-таки люблю именно баранин. Это моё самое любимое мясо. Будет хороший округ, тёплый организм. И, кстати, мясо ягнёнка более сочнее, нежели мясо взрослого животного. Конечно. Поэтому... Надо, конечно, стараться врата ягнёнка. Кстати, хашламу ещё готовят из мяса молодого телёнка тоже. Из телёнка. Это второй вариант. Кто не любит баранину, например, есть люди, которые как-то им не нравится специфический запах баранины какой-то, всё какие-то свои дела. Они делают это всё, скажем, из телятины. И, кстати, добавляют в самом финале уже подготовки этого блюда в самом конце уже целые картошки вот такие вот подбрасываются, когда уже готово почти. Картошка-то быстро разваривается. Да. Но мы будем делать без картошки. Без картошки. И, кстати, это очень правильно. Почему? Потому что картошка с мясом не совсем сочетается. Зато, я вижу, далее к этому блюду идёт огромное количество зелени. Нам нужно очень много зелени, Геннадий Петрович. Я заранее предупреждаю, потому что зелень даёт особый аромат уже готовому блюду. Мы вначале его тоже... Первое, с чего мы начнём, это мы начнём разрезать эту зелень, нарезать её. Я уже приступаю к зелени. И у нас на дне должна быть зелень. Подушка из зелени. Да-да-да-да. Подушка из зелени. Очень точная. Давайте. Я режу укропчик. Нормально? Давайте. А я возьму, есть ли у нас петрушка. Кинза. Вот петрушка. Кинза, петрушка. Вот она, петрушки огромное количество. Как много её, да? Смотрите, сколько надо, столько оберите. Давайте. И должен я сказать, что когда мы используем зелени... Слушай, я не могу такая большая... Ничего, ничего, ничего. Как там это? Ага. Зелени с мясом, зелень с мясом используем, то мясо лучше переваривается и усваивается. Она не даёт никаких вредных там последствий для организма. Потому что когда мясо и картошка, мясо и хлеб, ну это тяжеловато просто-напросто. Не, ну здесь... Что развязать? Геннадий Петрович, ну в принципе, наверное, всё, потому что у нас будут две волны, две подушечки мы сделаем. Две волны? Да. Одна в начале, а другая в самом конце, когда мы уже всё приготовим. Нет, Карен, неправильно говоришь. Одна подушечка, а другая одеяльце. Одеяльце, точно, да, точно. Одеяло уже в финале. Это хорошо. Вот зелени много не бывает. Много бывает, к сожалению, помидоров. Вот здесь надо быть очень осторожным, потому что помидор... У нас как раз один помидор. Вот один помидор, я думаю, что нам будет достаточно, мы его кольцами нарежем, колечками таким. А почему много помидора нельзя? Он, знаете, придает блюду особую какую-то кислоту. И оно становится кислым. Вот тут надо быть очень осторожным, чтобы не была такая кислятина у нас не получилась, потому что всё в соку. А вот перчика можно и переборщить. Немножко вот такого болгарского перчика. Он своеобразный запах. Ну давайте я попробую вот сейчас уже. И кстати, а почему болгарский перец? Болгарский перец такой нейтральный продукт, который подходит и для мяса там, и для хлеба. И более того, содержит такие внутри себя биологически активные вещества, которые дают нам крепость ногтей, эластичных суставов, сосудов. И даже красоту волос, правда, у меня уже выполнено. Ну ничего, то, что осталось, очень красиво зато. Не сомневаемся. Так. Ну что, Геннадий Петрович, нам надо совсем немножечко. Вот половину того, что вы нарезали, мы можем уже положить сюда. Кладем. Давайте вот так. Ох, хорошо. И кстати еще, что интересно заметить, вот эта вот, как бы сказать, подушечка, будет способствовать тому, что при варке она будет вот эти все эти, дух разрыхлять мясо. Делает его более таким нежным. И мы еще туда будем, вот сейчас давайте, мы будем еще туда добавлять, добавлять, не забывайте, овощи. Давайте, давайте. У нас будет еще целый лук, мы забросим сюда. Хорошо. Я думаю, что уже вот это достаточно нам будет пока. Да. Остальное мы оставим на потом, на финал. И можем потом немножечко, сейчас зелень немножко. Что сейчас нарезаем? Значит, сейчас мы нарезаем мясо уже. Мясо. Ну давайте. На подушечку мы первонаперво кладем мясо. Вот так его надо нарезать. А вот видите, у нас очень удобно здесь все прямо показано, Геннадий Петрович, у нас здесь есть вот такой патронтаж. Ребрышки. Да, вот эти ребрышки, как раз вот они уже, видите, отмечены у нас где, что и как резать. 14 сентября, день Семеона Столпника. Назван честь преподобного и богоносного отца нашего Семеона Столпника. В воле случая он попал в храм, где услышал службу и уверовал в Бога. После этого он стал молиться и просил Господа указать, как ему жить. В тонком сне ему была подсказка. Сначала он поселился в ближайшие обители, затем удалился в пустыню. Сам Семеон положил начало новой форме подвижничества, столпничеству. Он стоял на высоком столбу и молился в течение 80 лет. В этот день начинается старое бабье лето, Марфина. Продолжительность его неделю с 14 по 21 число. Крестьяне старались убрать все яровые до сегодняшнего дня, которые еще называли днем Семена летопроходца. Если этого не сделать, посевы могли погибнуть из-за плохих погодных условий. И вообще, к этому дню зерна из колосьев выпадают сами. С этого дня крестьяне выпускали скот на поле. Хозяйки были заняты домашними заготовками, солили огурцы и прочее. Вообще, к этому дню надо было закончить все дела и все сделки. Считалось, что после этого срока все предприятия будут неудачными. Семенов день считался счастливым. В это время переходили в новый дом, справляли новоселье. Было такое обычае. Сегодня мальчикам, которым исполнилось 4 года, садили на лошадей и катали на них. Этим отмечали вступление во взрослую жизнь. Сегодня же детей и стригли. С этого дня начиналась пора свадеб. Для этого устраивали гуляние с хороводами. Женихи выходили во двор для того, чтобы присмотреться к невестам. Пекли пироги, накрывали столы и звали гостей. Так продолжалось аж до 28 ноября. Приметы. Если на Семен день погода теплая, то вся зима будет теплая. Если на Семен день ветер дует с южного края, зима будет гнилая и теплая. Если ветер несется из-под солнца, зимой ветры будут с севера. Если гуси уже улетели в теплые края, зима наступит рано. Погода дождливая сегодня, осень будет такой же. Много паутины, осень будет сухой и длинной. Вот мы сейчас так и будем делать. Нам нужна еще одна. Вот здесь я могу резать прямо на тарелочке, да? Ну можно на тарелочке. Давайте, а вы можете здесь уже помогать мне. И разрезаем наш патронтаж. Опа. Не забывайте, что у нас тоже будет две волны вот этого мяса. Первая волна будет. Ух ты. Так. Я правильно дележу? Да, 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 все правильно. У меня что-то не получается. У меня, наверное, не такой нож. Что, не такой нож? Вот он ножик. Давайте попробуем. Так, а я возьму тогда вот этот нож. Попробуем. Он, наверное, просто-напросто маленький. Да, он мне что-то на косточку нарывается. На косточку нарывается. А я привык между ними. А, вот этот вот здесь уже кусочек хороший. Давайте я пока с этих начну. Давай. Я левша, поэтому вот если у меня левой рукой, у меня все в основном дело. Кстати, а как начиналась ваша творческая карьера? Вы там на каком-то конкурсе были? Я знаю, что после того, как вы на нем стали лауреатом, он и закрылся. Тем самым подметим вашу знаменательность. Все, после меня, как говорится, хоть потом. Вы не поверите, но именно так и было. Это был последний всесоюзный конкурс артистов эстрады. Потому что конкурс артистов эстрады первый проходил в 1939 году, где Аркадий Исаакович как раз выступал с Риной Зеленой. Был такой замечательный дуэт. И вот с того времени потом война помешала. На четыре года опять конкурс пропал. Потом после войны он опять продолжился. И вот в 1987 году был последний всесоюзный конкурс артистов эстрады. Через четыре года, увы, Советского Союза уже не было. И поэтому всесоюзного конкурса больше уже не проводились. Я как раз там оказался на этом конкурсе. Мне очень сильно помог писатель, сатирик Георгий Териков. Написал для меня замечательные тексты для ведения программы. И Валерий Семенович Жак. И был тогда членом жюри, был замечательный, обожаемый всеми нами Борис Сергеевич Брунов. Тогда директор театра эстрады. Это один из немногих людей, который мог шутить на национальные темы. Это не было никогда обидно. Мне он, например, сказал такую фразу. А, Аванесян, сегодня решается главный вопрос. Либо ты сегодня станешь лауреатом, либо останешься армянином. Лауреатом я не стал, но стал дипломатом всесоюзного конкурса артистовой эстрады. И больше я уже не хотел никуда уезжать. Я остался в Москве навсегда. А сам из какого города? Я сам родился в Баку. Но уехал оттуда в 1985 году на один из конкурсов, где я, кстати, с грохотом провалился, потому что был абсолютно не готов. А что там надо было делать? Ну, во-первых, надо было удивить жюри. А как ты удивишь жюри, когда в жюри сидят такие величайшие люди, как Аркадий Исаакович Райкин, Алексей Столбов, знаменитый главный директор фитиля Столбов, Борис Сергеевич Брунов, замечательный конферансьер, да и масса режиссеров талантовых интересов. Полежал я. Все, давайте мы будем вот сейчас уже... Аккуратненько выкладывать. Вот как раз на эту зелень. На подушечку. Вот так мы выкладываем. Так вот я сейчас... То, что у нас уже готово. Это я буду пробовать. Так вот это положу. Воду туда будем доливать немножечко. Пока не надо ничего делать, значит это в самом конце. А в собственном соку начнется. Да, я знаете-ка, я думаю, что водичку в самом финале я скажу сколько... Там совсем немножечко для того, чтобы мясо получилось сочным. Хотя я говорю еще раз. Многие есть люди, которые любят сами. Вот например, когда не добавлять ни капли. Ну это опять-таки на любителя. Хотя я, например, обожаю вот этот сок, который получается в самом-самом конце. Ну что, Геннадий Петрович, давайте вот это... Особо ценная вещь. Почему? Это как раз экстракт. О, его пьешь. Там значит и минеральные соли. Потому что вот они как раз выделяются из мяса. А из мяса выделяются экстрактивные вещества, которые возбуждают аппетит. Соли выделяются из всех этих трав. Получается действительно... У меня уже... Я уже возбужден аппетитом. Да, хорошо. Я уже жду, когда мы все это будем есть. Я думаю, пока, Геннадий Петрович, нам этого достаточно. Давайте перейдем теперь к овощам. Давайте. Так, я чуть-чуть здесь освобожу себе место. Да, это можно сюда все просто. Давайте, да. Все же все равно будет готовиться вместе. Я думаю, вот давайте, Геннадий Петрович, мы колечками, значит, давайте вот это все вместе сюда положим. Это второй слой у нас пойдет уже мясо. Второй слой. Это нам уже потом пригодится. Сейчас я попробую, чтобы у нас все так... Так, значит, что мне... Давайте я вот еще вот сюда немножечко... Новую чистенькую досточку. Так, я буду нарезать перец. Геннадий Петрович, а вы колечками нарезайте помидорчик. Колечками нарезаем помидорчик. Да, да, такими тонкими колечками. Вот. Это вот так, я так понимаю. Да, да, да. Именно вот так. Запомнили. Не так, а вот так. Да, 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 обязательно. И так. Раз. Все. А я вот как-то смотрю и кривое с зеркала, где вы там участвуйте и другие передачи. Ну, как сразу выйдете, сразу как-то оживаюсь. Вот лично я. Не только вы, а дальше уже... Во-первых, у меня специфическая еще внешность. Как-то один из моих коллег как-то про меня хорошо сказал. Говорит, самый узнаваемый в России юморист. Потому что меня уже ни с кем не спутаешь. Я помню, когда Михаил Евдокимов сделал первые передачи. Тогда назывался она «С легким паром». Я всего в одной передаче выступил. Всего в одной передаче. Расскал несколько анекдотов. Как меня уже на утром в булочной узнавали все. Ну, здесь есть вторая сторона медали. Я недавно обратил внимание, Геннадий Петрович, на такой момент. Для меня очень болезненный. Я был недавно у себя на родине в Армении. Гуляю по городу. И вдруг меня никто совершенно не узнает. Мне стало так обидно. Больно. Говорит, как это так? На родине меня не узнают. А моя жена очень тонкая и остроумно заметила. Она говорит, а что ты хочешь? Посмотри по сторонам. Ты попал в город своих двойников. Все похожи на меня. И я положу тебя. Так, ну что. Вот мы сделали первую, так сказать, это самое. Теперь пошло все это по второму кругу. Помните, я вам говорю, опять... Первая прослоечка. Вот мы положили зелень, петрушка, укроп, потом мясо. Дальше у нас бараньи ребрышки огнячие. И теперь вторая волна. Вот вторая волна. Опять вот это мясо мы кладем. А я опять нарежаю петрушку. Давайте, да, вот дорежем петрушку. И, кстати, можем добавить сюда еще кинзу. Она нужна будет уже для финала. Для финала. А что делает там кинза вот она еще? Ну она тоже, любая зелена, все равно она дает какой-то очень аромат хороший. Кинза тоже. Я кинзу люблю, честно говоря, не в вареном, не в таком виде отварном, скажем. А обожаю ее именно в сыром виде. В сыром там она больше. И вот этот дух у нее там специфический, потому что все это улетучивается. И она, естественно, тогда, помимо того, что она помогает что-то там переварить, она еще дает ей здоровьица. 15 сентября. День Маманта. Мать-кормилица греческая. В этот день почитали память мученика Маманта и его родителей Руфины и Феодота. Родители его были людьми знатными. Но во время гонения сторонников христианской веры их заключили в темницу, где оба умерли. Перед смертью Руфина родила ребенка, которого поручила Богу. Маманта вырастили христианином, дали хорошее образование. У него был талант красноречия. Он стал проповедником и многих обратил в веру. В народе Маманта называют овчарником. И все потому, что когда правитель узнал, что он противник языческой веры, его пытали, а потом попытались утопить в море. Но его спас ангел, принеся на пустынную гору. На ней он постился сорок дней и сорок ночей и сошел к нему с неба голос из жезл. Там построил он небольшую церковь и молился в ней. К святому Маманту собирались из пустыни звери, как овцы к пастырю. И словно существа разумные, слушали его и повиновались ему. Пищей ему служили молоко диких зверей, из коего он изготавливал сыр. Сыра было много и он раздавал его бедным. Поэтому Маманта считают покровителем овец и коз. В этот день старались уделить всем домашним животным максимум внимания. Чистили хлев, меняли подстилки, конопатили щели, утепляли стены и крышу. Окуривали хозяйственные постройки ароматными травами. А чтобы защитить скотину от проделок нечистой силы, крестьяне раскладывали по углам сухой вереск. Эта трава считалась надежным оберегом от всякого зла. Кстати, сегодня нельзя выгонять утром скотину, иначе беду можно накликать. А скотина может заболеть и даже умереть. Да и сам день в народе считался несчастливым. На столы сегодня рекомендовали подавать блюда, приготовленные из козьего молока, творог, сыр и иные. Продолжались праздничные гуляния. Приметы. Если сегодня красный закат, скоро ударят первые морозы. Дождь идет сегодня к сухой осени. Много росы при безветренной погоде к теплой и ясной осени. Если в хлею подвесить собственную ношену ову, то скот никто не сглазит. Нельзя в этот день начинать новые дела, делать покупки. Все это не к добру. Хорошая вещь. Геннадий Петрович, знаете, что я больше всего люблю, когда у меня дома ничего нет? У нас дома всегда есть лаваш. Вот этот тонкий армянский лаваш, вы знаете. А с чего он делает лаваш? Это же не хлеб, а там еще сыр добавляется? Нет, это чисто тонкий хлеб, такой лаваш. Тонкий, как газетная бумага. Причем он очень долго сохраняется. Я однажды уехал в Америку, купил много лаваша и так получилось, что мы его не съели. И оставил его в холодильник и уехал в Америку на месяц с лишним. Приезжаю, лаваш был такой свежий, такой вкусный. То есть он не портится, ни плесени не появляется. Если это настоящий тандыр, лаваш. И самое удивительное дело в том, что когда делается тесто для лаваша, туда не добавляют дрожжей. А я знаю, да нет там дрожжей, поэтому он полезен. Поэтому он полезен и не портится. Потому что в хлебе, где есть дрожжи, особенно современные дрожжи, он буквально 2-3 дня и все, его надо выбрасывать. Он уже заплеснивел. Правильно. Я люблю, значит, что делать. Беру вот этот лаваш, разворачиваю этот газетный лист такой лаваша. И добавляю туда вот эту зелень такую нарезанную. Нормально я нарезал зелень? Отлично, шикарно, да. Значит, эту зелень и сыр. Желательно вот такой сулугуни сыр или брынза. Вот такой бараньи сыр, очень хорошо. И все это сворачиваю в трубочку. Кстати, можно помидорчики туда добавить. И получается такая трубочка. Ну, можно, если есть микроволновка, подогреть все это. Потрясающая вкуснятина. Так, давайте я вот это тоже сейчас... Да, действительно. И это национальное блюдо. Вот привыкли еще с библейских времен, делали хлеб. И причем вот как раз хлеб делали такой, чтобы он был без всяких добавок особых. И даже его бывало, что не пекли, а подсыхал на солнце. И потом это тоже ели, он не портался. Вот моя бабуля тоже делала такой же хлеб. Она всегда вот пекла именно в тандуре. Очень вкусный такой хороший хлеб получался. И самое интересное, что он сохранялся надолго. То есть наши дедушки и бабушки тогда в Армении, как правило, делали хлеб в 10 дней один раз. Пекли и 10 дней его ели, и он не портился, и был очень вкусный. И главное еще делали своими руками, когда что-то делаешь своими руками, то всегда получается, что еще любовь кладешь. Доброту к своей жизни, к своей семье, к жене, к сыну, к мужу и так далее. И получается... Семья сплачивалась. Отлично. Я думаю, вот этого достаточно. Что мы делаем? Значит, мы опять... Значит, у нас давайте еще перчик один нарежем. Перчик колечками нарезать? Да, да, да. Хорошо. Также колечками, да. Сейчас я... Все, зелень я уже нарезал. Все, это у нас в самом... Зелень у нас пойдет в самом-самом конце. Сейчас я скажу, что мы делаем. Так. Так. Теперь сыночек болгарский нарезаем. Да, я думаю, что... Колечками. Так. Я просто физически ощущаю, как у вас бьет слюна. Да, я уже... Я уже жду. Не даже... Так. Все у нас... А я всегда получаю удовольствие, когда сам это готовишь. Вот для своих близких никого дома нету. И ты сам вот... А кто у вас из близких? Ну, семья. А семья кто? Это супруга, дети. Двое. Сколько? Двое? Да, двое, да. Девочки, мальчики. Мальчики нет. Я делаю только мальчиков. Вот так. Так. И вот вы как раз... Ну, у нас, честно говоря, в доме, конечно, готовит моя супруга. Но иногда время от времени я позволяю себе такую шалость самому этим заняться. Побаловаться. Побаловаться, да. Ну что ж, пришло время перчить и солить. Вот тут, Геннадий Петрович, я снимаю с себя всю ответственность. Потому что этого я делать не умею. Я люблю все острое. И поэтому у меня, как правило, перченое я обожаю. Хорошо. И поэтому лучше всего это будет сделать непосредственно каждому готовое блюдо уже, когда будут подавать. Но можно немножечко сейчас. Давайте вот сейчас чуть-чуть так дадим. Да, просто... Вот так вот. Мои славянские братья не очень любят, когда пересолено и переперчено. Очень много. А вот, например, мы, армяне, любим такое очень. Такое, чтобы было соль. И перчик, да. Да. Много не будем. Так, чуть-чуть. Так, это мы сделали. Теперь, Геннадий Петрович, я думаю, что пришло время, то, что мы говорили насчет водички. А вот это вот я зачем... Это, Геннадий Петрович, это в самом-самом финале. В самом-самом финале. Сейчас мы немножечко можем положить сюда, чуть-чуть вот так. Вот так как бы завершить. Но зелень нам нужна будет в самом финале, когда уже блюдо будет готово. Мы выключили плиту. И вот тогда мы... Я плиту уже выключаю. Да. В самом конце мы уже добавим туда еще и вот эту оставшуюся зелень. Здесь, я еще раз говорю, зелени надо не жалеть. Она даст определенный аромат. А для пищеварения она будет способствовать тому, что мясо все полностью усвоится и так же переварится. И все будет отлично. И правда ли красивая картинка, давайте покажем нашим зрителям. Целая кастрюля. Вот это мы с вами заделали. Так. Ну что, Геннадий Петрович, давайте водички. Водички. Водичка у меня как раз вот холодненькая. Давайте посмотрим, Даш, сколько... Значит, нам надо быть очень островым. Вы наливаете, а я буду смотреть, смотреть, смотреть. Значит, водичка должна не перекрывать наше мясо. Вот все это. Из глиняной посуды. Наливаем, наливаем. Все-все-все-все. Вот нахожусь. Вот. Опа. И начинаем. Крышечку. Да, Геннадий Петрович, давайте прикроем крышечкой. Крышечкой. Значит, что нам сейчас надо делать, Геннадий Петрович? Надо подождать, если можно поставить самый-самый большой такой огонь, самую большую температуру. Самую большую я буду ставить. Почти довести это дело до кипения. Это первая стадия приготовления. Угу. Как только она немножечко начнет закипать, мы уже пеночку снимаем первую, убираем и ставим на медленный огонь. И пусть она томится вот так потихонечку. Сколько она должна томиться? Ну, где-то по вкусу мы сами, в зависимости от мяса. Если молодое мясо, то, естественно, это где-то часик с небольшим. Если чуть старше, если мясо мой ровесник, то где-то два часа мы с вами на эту тему как-то шутили. Говорят, если долго варить, можно сварить и диван. Поэтому я думаю, что, ну, давайте так, часа полтора точно. Хорошо. Фар идет. Идет фар. Сейчас я... Ого-го-го-го. Так, хорошо, мясо разварилось. Юшечку. Так. Отлично. Самый сок. Так. И вот так. Мы с вами приготовили блюдо от Карена Аванесиана. Называется оно Хашлама. Ура! На сентябре. День Василисы. Назван в честь святой мученицы Василисы. Ей было всего 9 лет, когда ее привели на суд. Правитель надеялся склонить ее к почитанию языческих богов ласками и обещаниями. Она не согласилась. Тогда били ее по лицу. А траковица благодарила за сие бога. Сняли одежды и били розгами. Она воздала еще больше благодарения Господу. Правитель повелел бить еще сильнее. Все тело ее покрылось как бы сплошную язвою. Она воскликнула. Боже, благодарю тебя за все сие. Народи говорили, если Василиса пришла, то надо поторопиться с сольном, собрать и подготовить для последующей работы. Сегодня было принято наводить в домах порядок. Выбрасывать все ненужное, накопившееся за лето. Ненужные вещи и мусор сжигали вместе с картофельными очистками, так как это предвещало счастье на весь год. Помимо этого, развешивали вокруг огорода на столбы крыши домов различную рухлядь. Считали, что это защитит скотину урожая, дом и двор от дурного глаза и нечистой силы. Считалось, что если завистливый дурной человек увидит большое количество вещей, то это рассеет его внимание, а значит распылит его силу и он не сможет кого-то сглазить. Сегодня промывали и развешивали для просушки мешки, в которые собирали картофель, а также собирали урожай поздней малины и яблок, приметы. Сегодня надо собрать весь мусор в доме и сжечь, тем самым приобрести на осень благополучие. Сегодня я расскажу о сладостях, о сладостях, которые можно и нужно использовать для укрепления своего собственного здоровья. Это абрикосы, так как в это время абрикос нету, лучше все вот такие вот сушеные абрикосы использовать, это самое лучшее. Их надо размочить и они у нас станут вот такими вот, а для этого просто-напросто их заливаете талой водой, не кипятком, а талой водой, оставляете на ночь и у нас вот такие вот абрикоски становятся. Далее мы с вами будем использовать хурму, вот такая хурма сушеная. Мы также поступаем, берем, заливаем ее на ночь обычной водой, не надо кипятком, вот они разбухают, воду мы сливаем и продукт готов. Мы их выкладываем, берем тарелочку и выкладываем. Смотрите, вот у нас получилась хурма, содержащая наиболее лучшие углеводы и в отличие от конфет и хурма и сушеные абрикосы еще содержат к тому же клетчатку. Для того, чтобы сахар не сушил нас, а наоборот помогал нам очищать желудочно-кишечный тракт. Теперь смотрите, что я делаю. Да, и еще мы будем использовать опять-таки проросшую пшеницу и в качестве свежущего материала мы будем использовать с вами мед. Лучше всего мед использовать цветочный. И получается, что хурма, сушеные абрикосы и пшеница, все это, да и мед, все это углеводы, быстрые углеводы. Но так как они содержат еще у нас и клетчатку, все-таки они будут всасываться более-менее нормально в желудочно-кишечном тракте и не вызывать резкого повышения сахара, как это делает та же конфета, тот же сахар. Но в любом случае использовать все-таки надо, их будет осторожно. Итак, для приготовления мы берем с вами хурму, размочили ее и будем все это перемалывать, делать однородную массу. Для этого мы должны хурму подготовить. Так как здесь есть косточки, мы эти косточки должны удалить, иначе поломаем нашу мясорубку. Смотрим, есть ли здесь косточки, ага, вроде бы как здесь нету, теперь поперек, нету, еще разок, ага, вот она косточка одна есть. Видите? Вот ее-то надо и убрать, чтобы не поломать нашу замечательную мясорубку. Подготавливаем второе, разрезаем поперек, и смотрим, здесь нету, а здесь и здесь нету. Ага, нет, вот все-таки имеется. Поэтому достаем косточку и аккуратненько ее отделяем. А тут не одна косточка, а целых две. Вот они какие. Удалили. Ну и еще остается у нас две хурмы. Это мы с вами удаляем, нам не понадобится. Режем пополам, сразу чувствуется, нож натыкается на косточку. Это хорошо, что она обнаружилась. Так, мы ее удаляем. Все, больше косточек нету. И последняя хурма у нас осталась. Разрезаем. Вот таким вот образом. Ну, какая твердая. Тогда действуем наоборот. Режем вдоль. Так. И смотрим, что у нас тут твердого такого было. Угу. Угу. Косточка. Имеется? Имеется. Вот она. Больше нету косточек. Теперь здесь смотрим, что у нас. Косточек нет, а имеется вот такая вот древовидная плодоножка. Вот так вот мы ее обрезаем. Все, хурма у нас подготовлена. Так. Можно перемалывать. Перемалывать. 17 сентября. День Вавилы. Назван в честь святого священномученика Вавилы. Он был архипастырем антихийской церкви. И когда узнал, что мерзкий царь хочет осквернить церковь, преградил ему вход, он громким голосом воскликнул. Не должно тебе, царю, идолопоклоннику, входить в святыню Бога Живого и осквернять ее своим присутствием. Царь отступил, но потом жестоко пытал старца Вавилу, принуждая его поклониться языческим богам. За отказ был усечен мечом. Сегодняшний день имеет несколько названий. Луков день. Непалимая купина Богородица. Наши предки считали, что сегодня нужно обязательно помолиться непалимой купине, которая охраняет дом и постройки от молнии и пожаров. И в этом нет ничего удивительного. Дома постройки были деревянные и горели как спички. А сам пожар, который произошел вследствие молнии, можно затушить только молоком, пивом или квасом. Либо если бросить в горящего дома белого голубя. Также в доме старались держать черную кошку или собаку, считая, что эти животные берегут дом от пожара. Верили и в то, что неопалимая купина сможет защитить их скотину от болезни. Женщины сегодня выкапывали лук, потому и день в народе называли Луковым. А мужчины обходили сыновалы с вилами и втыкали их в снопы, чтобы прогнать нечистую силу, чтобы она там не пряталась и не нападала на домашних животных. Если строили дом, то вилами протыкали сухой мох, который использовали как уплотнитель-утеплитель. Приметы. Много шелухи на луке, значит зима будет очень холодной. Нельзя держать пожарную бочку полную водой, поскольку быть готовым к пожарам, значит привлечь его. Абрикоски у нас все сушеные, без косточек они пойдут. Итак, мы с вами берем опять-таки проросшую пшеничку, вот, кладем сюда горсточку и равномерно все это уже здесь начинаем смешивать с хурмой и абрикосами. Вот так вот. Включаем и начинаем все это перемалывать. Так, включили. И потихонечку. Опа. Пошло оно. Так. Все, мы с вами получили вот такой вот фаршик. Теперь этот фарш мы с вами должны хорошенько перемешать. Исходное сырье для наших конфеток уже имеется. Мы его сюда выкладываем. И хорошенько перемешиваем. Раз руки у вас чистые, делайте это своими собственными руками, с любовью к продукту, с любовью к самим себе. И вот так вот все это перемешиваем. Так. Важно, чтобы все компоненты соединились в одно целое. И они у нас как раз соединяются. Так. Так. Теперь мы с вами вымоем руки. Оботрем ручки. Потому что они должны быть теперь у нас сухие. Так. И добавим меда. Меда много добавлять не следует. Именно столовую ложечку. Все. И хорошенько все это вымешаем опять. Руками не будем. А будем ложечкой все это тщательно мешать. И ложку лучше всего использовать серебряную. Как я. У меня эта ложечка серебряная. И что мы в итоге с вами получаем? Помимо того, что мы с вами получаем сладкую смесь. Мы получаем еще и целебную смесь. В которой имеется клетчатка. Она заставит работать наш желудочно-кишечный тракт. Она сформирует нормальный стул. Клетчатка всосет различные вещества. Ненужные для нашего организма. Но тем не менее находящиеся в полости толстого кишечника. И выведет их наружу. То есть с помощью этой сладкой смеси мы с вами будем еще очищать организм. Дополнительно она будет нас питать. Почему? Потому что здесь содержится огромное количество витаминов. Минеральных веществ. Которые необходимы нашему организму. И кстати здесь содержатся такие вещества. Аделия калия. Которые будут способствовать тому. Что будет выводить лишнюю воду из организма. Поэтому здесь в организме у нас не будет наблюдаться никаких отеков. Которые образуются вечером. Начинают отекать у нас ножки. Вот. А утром когда мы просыпаемся. Лицо заплывается. То есть все это будет у нас уходить. Естественно много есть его не надо. Одну столовую ложечку в течение дня. И это будет нормально. Причем знаете как съедать? Лучше не глотать. А рассасывать во рту. Значит медок мы с вами добавили. Теперь что мы можем сделать? Для пикантности мы можем сделать эту смесь. Более такой насыщенной фитонцидами. Для этого мы с вами берем. Специю. И. Натираем ее. Порошочек. Натираем, натираем. Много не надо. Их специя вы видите. Она такая. Это не столько жгучая. Сколько более ароматная. Специя. Которая. Помимо того что оздоравливает работу желудочно-кишечного тракта. Нормализует микрофлору. Раскрывает различные сосуды. Пищеварительные железы. Улучшает текучесть желчи. И способствует разжиганию аппетита и страсти. Более того она также стимулирует и работу нашего мозга. Делает ее более такой острой. Поэтому. Вот эта смесь. Которую я сделал. Очень хорошо. Подойдет. В качестве завтрака. А также можно использовать и в обед. Но не более одной столовой ложки. Для улучшения работы мозга. Чтобы наши школьники учились лучше. Им что нужны? Нужны углеводы. Быстрые углеводы. Нужны. Они как раз здесь есть. Им нужна острота ума. Как раз специя ее нам дает. Им надо здоровье. Конечно надо. Чтобы они полноценно и трудились и учились. Здесь витамины группы В есть. Есть. Вот она обилие. Как раз. Которая здесь имеется. Поэтому. Эта смесь. Как раз. Обладает. Всеми. Всеми. Теми. Свойствами. Которые нужны. Человеку. Для полноценной учебы. И здорового. Ощущения. Самого себя. Кстати. Эту смесь. Можно использовать. И спортсменам. 18 сентября. День Захарии и Елисаветы. Память Елисаветы и Захарии. Родителей Иоанна Крестителя. Елисавета была двоюродной сестрой Марии. Несмотря на долгие годы жизни вместе. У них не было детей. Однажды Захарию в пустыне явился ангел. Который открыл ему. Что скоро у них появится ребенок. Его нужно назвать Иоанном. Захария не поверил. Ангел сказал. Он лишится дара речи до рождения сына. Так и произошло. Захария снова стал говорить. Когда взял на руки младенца Иоанна. Этот день считается счастливым. Для предсказаний. В память того. Что святая Елизавета предсказала Деве Марии рождение Христа. Поэтому на Елизавету старинным посещали ведуно и знахари. Сегодня принято топить баню и париться в ней, чтобы быть здоровым в течение всего года. И все потому, что было принято выгонять кумоху, то есть лихорадку, березовыми вениками. Этого было достаточно, чтобы нечистая сила никого не беспокоила после проведения данной процедуры обряда. Приметы. Все гадания, предсказания сегодня непременно сбываются. Листья пожелтели раньше положенного срока, осень будет ранней, а зима суровой. Если сегодня листья рябины пожелтели, зима наступит рано и будет холодной. Много ягод на рябине будет дождливая осень. Получилось вкусное и, знаете, сладкое, но вот в отличие от искусственных сладостей, допустим, если там слишком много сахара или еще что-то там такое намешанное в продукте, то получается какая-то приторная сладость, а здесь наоборот. Сладость получается такая приятная, естественная, ту, которую просто-напросто организм наш и хочет употреблять. Еще разок съедим. При этом никакой сухости во рту нет, а наоборот. Только какое-то особое удовлетворение. Как будто мы с вами съели бальзам, который нужен нашему организму. Действительно, когда вот сделаешь тот продукт, который нужен для нашего здоровья и начинаешь его есть, то ты ощущаешь, что само тело начинает тебе подсказывать, да, это именно то, что надо. Итак, мы с вами сделали природную сладость, которую употреблять лучше всего. Не более столовые ложечки, лучше всего с утра, для того, чтобы мы активно включались в работу. Очень хорошо использовать школьникам, студентам в качестве завтрака или на завтрак, да. И, кстати, не запивать ее, ее надо просто-напросто взять и съесть как самостоятельный прием. А уже потом там можно что-то там выпить, там что-то там съесть. Но самое главное, ее надо съесть как самостоятельный прием, а после все остальное. Очень хорошо ее использовать спортсменам, которые тяжело тренируются, много тратят. С помощью чего восполнять потраченную энергию. Оказывается, вот эта вот смесь будет этому и способствовать. А именно, смотрите, это не просто быстрые углеводы, которые там раз, сгорели и все. Это еще витаминная смесь, которая будет обновлять и поддерживать те ткани, которые особенно трудились. Например, мышечную ткань. Она будет очень хорошо восстанавливать и за счет углеводов, и за счет растительных белков, и за счет огромного количества витаминов группы В. То есть, знаете, вот я бы так сказал, вот эта вот смесь будет являться тайным средством к успеху в достижении спортивных результатов. Особенно те спортсмены, которые тренируются, ну, допустим, в беге, тяжелоатлеты, борцы и ряд других пловцы, те, которые тратят много энергии. Для ее восстановления лучшего блюда не найти. Поэтому я им рекомендую именно вот это вот. Дополнительно, смотрите, что у нас происходит. Хурма сама по себе и абрикосы сушеные очень хорошо поддерживают работу сердца. Сердце у спортсменов изнашивается от больших нагрузок и неполноценного питания и восстановления. Поэтому вот эта смесь будет прекрасно действовать на сердце. Оно будет его укреплять. Физическая нагрузка не будет разрушающим фактором, а наоборот, она будет созидающим. Почему? Потому что пища будет его укреплять. То есть, когда имеются большие физические нагрузки, но нет полноценного восстановления, как правило, возникают проблемы с сердцем. А если мы с вами будем употреблять вот это вот блюдо, никаких проблем у нас с сердцем не будет. Наоборот, она только будет укрепляться. Все, кто испытывает проблемы с кишечником, там имеют скрытые запоры, плохо выделяется там желчь, идет камнеобразование. Смотрите, вот эта вот как раз пища будет способствовать тому, что будет запускаться естественно самопроизвольная работа желудочно-кишечного тракта. Все будет работать как часы. Особенно я бы вам порекомендовал посмотреть за своими детьми, а как, какой у них стул, а как они ходят, вот, не жалуются ли они на подобные проблемы. И если что-то подобное есть, сразу же использовать вот эту вот смесь. Пропорции. Пропорции вы видели. Лучше всего примерно взять один к одному. Одну часть проросшей пшеницы, одну часть размоченной кураги, абрикос, одну часть сушеной хурмы размоченной, вот, и половину, половину меда. Можно, конечно, и одну часть, но поэкспериментируйте. Возьмите половинку меда. Все это смешайте, да. И далее, далее, вот, вот эти специи, вот эти вот специи, удивительно там, куркума, имбирь и прочие-прочие специи, они усиливают наш иммунитет. Усиливают пищеварение, усиливают умственные способности. И, в конце концов, милые мои женщины, если ваши мужчины как-то к вам охладели, и у них уже не та страсть, которая была раньше, вы можете использовать опять-таки эту целебную смесь. Помимо того, что она придает силы организму, здесь имеются и витамины Е, которые так необходимы нашему организму, и в период, будем говорить, роста, и в период половой зрелости, и в период для того, чтобы угасания организма не было, отодвинуть этот период как можно дальше. И если вы беременны, и если вы кормите, если вы там выхаживаете и так далее, и так далее, просто съели одну столовую ложечку, для того, чтобы вас любили, чтобы вы не стали, если были красивыми, чтобы вы хорошо учились, и используйте природные сладости, которые я сделал на ваших глазах. Кстати, охранить ее можно просто-напросто в холодильнике. Доброго вам здоровья и приятного аппетита! 19 сентября. День Михаила. Воспоминание чудо святого архистратига Михаила в Хонех. Над источником чудотворной воды стоял храм святого архистратига Михаила. От его воды больные получали исцеление. Жил один грек, у которого единственная дочь была неба от рождения. Отец прилагал много стараний к исцелению ее немоты. Во сне к нему явился ангел и приказал напоить ее из источника. Сделав это, дочь проговорила. «Боже христианский, помилуй меня, святые Михаили, помоги мне». День стал короче на пять часов. Архистратига Михаила называют защитником умерших. Согласно преданию, он перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама. Михаил охраняет врата рая. К нему обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых болезней. Именем Михаила называют и различные источники, обладающие целебными свойствами. Сегодня на Руси устраивали мирские брачины. Надо было предварительно поссориться из-за какой-нибудь мелочи, а уже за столом мириться и брататься, чтобы не конфликтовать в течение всего года. Приметы. На Михаила нельзя работать. Бог накажет. Тепло на Михаила в день знать. Осень будет долгой. Если листья осины лежат вверх лицевой стороной, зима будет холодной. Если на деревьях сегодня осел иней, зима будет снежной. Сегодня мы с вами на целебной кулинарии разберем такой удивительный продукт, как клюква. Действительно продукт непростой. Вот. Вкус, как мы все знаем о него, кислый. Свойства мочегонные, жаропонижающие, жажда утоляющие. И самое важное, бактерицидные. Итак, мы с вами сделаем сначала клюквенный морс. Мы с вами сначала приготовим воду. Водичку берем как можно чище. Для того, чтобы она еще лучше у вас работала, опускаем сюда кусочек кремния. Опустили. И оставляем настаиваться в течение ночи. Водичка настоялась. А лучше вообще кремнию водицу делать заранее. Большую емкость взять, литров на 5, на 10. Опускайте такой кремушек. И он у вас стоит. Стоит эта водица. Ну, примерно там недельку. Вы ее пользуете. Доливаете. И в итоге у нас получается прекрасная кремниевая вода, обладающая целебными свойствами. Так вот, водичку мы сделали. Теперь начинаем использовать клюкву. Для этого я воспользуюсь блендером. Набираем клюковки в блендер. Вот. Клюковка свеженькая. Отличная должна быть. Ну и хватит. Теперь мы с вами заливаем воды. Нашей воды, которая настояна на кремнии. Вот, водичку залили. Закрываем. И все это размешиваем. Стоп. Размешали. Теперь попробуем, какой у нас имеется вкус. Вкус, конечно, будет такой кислый. А хотелось бы, чтобы вкус был приятный. Допустим, кисло-сладкий. Наливаем. И пробуем. Да, приятного вкуса кислый напиток. Для того, чтобы усилить действие этого напитка, чтобы он был вкусный не только тем, кто любит кислый вкус, но и детки, мы сюда добавим мёда. Много не надо, но так примерно столовой ложки две. Вот, добавили. И ещё разок всё это мы с вами перемешаем. Доливаем оставшуюся воду. Долили. Камушек. Показываю вам, какой камушек. Видите, какой он. Различные грани. Великолепный кварц, который структурирует воду так, как положено. Делает её уже бактерицидной, плюс клюква, обладающая мощными бактерицидными свойствами, ещё всё это усиливает. И перемешиваем. 20 сентября. День Сазунта. Назван в честь святого мученика Сазунта. Он был добрым нравом и исполненный благих дел. Ибо в законе Господнем поучался день и ночь. Однажды, пася овец у источника, у которого рос большой дуб, Сазунт уснул сладким сном и увидел божественное видение, в котором его призывали к подвигу мученическому. Пример его принёс многим пользу. Он вошёл в капище и сломал идола. За это был схвачен и жестоко подвергнут пыткам, от которых умер. С этого дня крестьяне начинали торговать репчатым луком. Говорили, лук – овощ от семи не дух. Это один из тех овощей, которые не только питают, но и помогают бороться с самыми разными заболеваниями. С дня Сазунта начинались гуляния парней, поскольку по завершению полевых работ юношей забирали в солдаты. А перед этим им давали немного времени для отдыха и развлечения. Они надевали праздничную одежду и ходили в гости, устраивали шуточные потасовки, принимали участие в играх. Приметы. Много шелухи на луке в суровой зиме. В этот день рекомендуют париться для укрепления здоровья. Если хотя бы одну луковицу испечь раньше, чем весь лук будет собран с огорода, урожай может пропасть. Выключаем. И у нас с вами получился напиток. Клюквенный морс. Наиболее полезен, потому что он приготовлен на структурированной воде. Причем вода эта еще талая, да она еще настойная на кремнии. Получается тут три в одном. Вот. Этот напиток можно хранить в холодильнике. А мы с вами еще попробуем его. Так. Итак, что делает клюква? Клюква. Она стимулирует работу поджелудочной железы, очищает кров. Причем она очищает кров от разного рода микробактерий, там, грибков, которые в ней живут. И делают нас больными. Чем чище у нас будет кров, тем, значит, у нас будет здоровее организм. Вообще, с целью очищения организма от различного рода микробов, можно употреблять клюкву до еды просто-напросто по 50-100 грамм в чистом виде. Но! Важно отметить следующее. Так как в ней очень много фруктовых кислот, сама по себе она очень кислая, она воздействует наимать зубов, может их разрушать, набивает оскому, поэтому лучше всего, как я вам сказал, ее использовать в виде морса, который мы с вами сделали. Этот морс мы с вами будем хранить в холодильнике и употреблять тогда, когда надо. Плюс, что еще получается? Так как мы сюда добавили немножечко меда, он смягчает кислые свойства клюквы и напиток более получается приятный, более полезный во всех отношениях, не теряющий никаких своих свойств. Кстати, в сухое время года, холодное время года, когда кожа сохнет, очень хорошо используют этот морс, пить его по стакану перед едой и вы будете меньше сохнуть, то есть ваш организм будет удерживать воду. Этот же морс можно и использовать и в теплое время года, но если клюква, конечно, сохраняется. Важно отметить, что клюква противопоказана при язвенной болезни, поэтому ее использовать не надо. Можно использовать клюкву с настоем шиповника и как раз это у нас клюквенный морсик, приготовленный на ваших глазах, а это я сделал настой шиповника. Сейчас мы все это смешаем с вами и попробуем, чем знаменит настой шиповника. Настой шиповника знаменит тем, что содержит огромное количество витамина С, так нужного для нашего организма. Кстати, и клюква не уступает ему в этом. Так, и теперь мы с вами смешаем и попробуем сначала, что у нас получается. вообще важно отметить, что клюква хорошо хранится в холодильнике и в нужный момент ее легко приготовить. Ну вот как я на блендере раз и получился наисвежайший клюквенный напиток. Совсем другой вкус, более такой какой-то приятный, более изысканный. 21 сентября день Рождества Пресвятой Богородицы. Дева Богородица родилась из рода архиерейского, приносящего благовонные жертвы Богу. Отец ее, святой праведный Иоаким, был из рода Давидова. Мать ее, святая праведная Анна, была дочерью священника Матфана из племени Ааронова. Отсюда получается, что причистая дева по отцу была рода Царского, а по матери Архиерейского. Важно и то, что Пресвятая Дева родилась от целомудренных родителей, что выше всякого благородства. День, посвященный рождению Девы Марии, был установлен в IV веке. На Руси у него несколько названий Малая Пречистая, Осенины, Оспожники, Спожонки, Госпожонки. Он совпадал с осенним праздником урожая, который отмечали в течение недели и проводили время в забавах, песнях, встречах и застольях. Осенины старались встретить у воды. Утром женщины шли к водоемам с хлебом и солью, где исполняли песни во славу Богородице. После разламывали хлеб, чтобы каждая досталась по куску. Этот кусок хлеба относили домой, чтобы покормить скотину. Была распространенная такая традиция. Родственники приходили в гости к молодоженам и смотрели, как они живут. А молодой хозяйке нужно было обязательно накормить гостей и подарить им испеченные для этого случая круглые пироги. В свою очередь хозяин должен был показать инструменты, упряжь, жито в амбарах, которые бы подтвердили его деловитость и заботу о семье. Сегодняшний день часто называли второй встречей весны. Пасечники сегодня убирают пчел с пасек. Продолжалась и луковая неделя, во время которой не только убирали лук, но и использовали его в пищу. Приметы. Хорошая погода сегодня к теплой осени. В этот день рекомендуется сходить в гости, посетить родственников. Сделать такой целебный, один из целебных завтраков. А именно, я буду использовать, конечно, проросшую пшеницу. Вы видите, какая проросшая пшеница великолепная. Проросла то, что надо. Выклевочки отличные. Так, я буду использовать болгарский перчик для того, чтобы у меня нагадки лучше росли, кожа была в хорошем состоянии, а самое главное, чтобы мои сосуды, кровеносные сосуды и связки с возрастом не черствели, а становились эластичными. Это немаловажно. У многих ногти хрупкие. Из-за чего? Ну, потому что не хватает кремния. А где его взять? А вот как раз перчики будут давать болгарский. Далее я буду использовать клюкву. Клюкву я уже измельчил. Такая получилась у нас своеобразная паста. Но самая свежая, самая лучшая как раз она мне даст необходимые вещества для того, чтобы организм был устойчив к неблагоприятным погодным влияниям, чтобы меня простуды не брали, гриб, чтобы очищалась моя кровь. Также нормализовалась работа желудочного кишечного тракта. Хорошо работали почки, печень, не образовывалось никаких камней, поэтому я сделаю сегодняшний такой завтрак свой с клюквой. Ну, естественно, мед. Мед я беру цветочный, в нем полным-полно различных биологически нужных для организма веществ, и мед. Мед как раз все это соединяет богатство, которое имеется здесь в этих продуктах и лучше доносит до тех мест в организме, которые в этом нуждаются. Поэтому медочек немножечко, но всегда нужно использовать. Я использую ряженку в качестве основы, которая все это берет в себя и будет, так сказать, носителем. Также творог, творожок, полноценный белок, полноценный бывает только у куриного яйца, поэтому это второй по своей полноценности белок, мало чем уступающий куриному яйцу. Вот, и, естественно, блендер, на котором я все это буду делать. Итак, подготавливаем я подготовлю болгарский перчик. Вот, отрезаем серединку. Выбрасываем лишнее, ненужное. Измельчаем. Так. Такое количество перца, конечно, трудно съесть, но, тем не менее, можно. Зато, вот, в нашем целебном завтраке, который можно приготовить на всю семью из четырех человек, это можно сделать легко и просто, и все у вас будут красивые и здоровые, о чем мы... о чем мы печемся, но на самом деле ничего-то не делаем. 22 сентября, день Анны и Акима. Сегодня почитают память родителей Девы Марии. Анну и Акима считают покровителями роженец и бездетных. Они сами долго не могли зачать ребенка. Произошло это только в преклонном возрасте. И Акиму в пустыне явился ангел и сообщил, что родится дочь. Спустя девять месяцев Анна родила дочь. Супруги дали обет, что посвятят дочь Богу. Потому Марию отдали на воспитание в храм Иерусалима, где она находилась до своего совершеннолетия. Этот день считается астрономическим началом осени. Сегодня было принято почитать женщин и щедро угощать. На Древней Руси этот день называли днем рожения. Сегодня поздравляли молодых матерей, а также обязательно чествовали и повивальных бабок. Сегодня дарили подарки близким людям со стороны молодых или бездетных новобрачных. Согласно примете, такое почитание своих родственников не спошлет им благодать и позволит зачать здорового ребенка. Продолжались праздники урожая. Молодые парни гуляли перед отправкой в армию. Приметы по-прежнему смотрели на лук и по шелухе судили о предстоящей зиме. Итак, первая у меня есть. Теперь, что я еще делаю, чтобы все хорошенько смешалось, я сюда добавляю клюкву. Вот она красавица, клюкву. Один цвет чего стоит. Великолепно. Клюква настолько хорошо улучшает пищеварение, что вот немножечко ее съешь, особенно растертую сметку, сразу же сок так и брызжет, за счет чего все у вас будет полноценно в организме сгорать. А раз полноценно все будет в организме сгорать, не будет образовываться никаких шлаков, которые загрязняют кровь, и на которых развиваются в организме как вы думаете что? Правильно, развиваются микробы. Всевозможные микробы, которые уже используют нас как кусок мяса и начинают есть. И особенно не любят, знаете что? Особенно не любят красные кровяные тельца. Поэтому мы начинаем первоначально страдать анемией и прочее, прочее. Далее. Проросшего зерна, как я говорю, проросшего зерна много не бывает, но тем не менее берем горсточку вот такую вот. Вот. И все это сюда заправили. Теперь, чтобы это начало все перемалываться, добавляем ряженки. Можно кефира, можно еще чего-нибудь там такого. Вот. Опа. Главное, чтобы все это было кисло-молочное. и делаем пробный такой замес, чтобы все это сначала перемешалось, соединилось. А далее еще добавим творожка, метка по вкусу. Все. Увеличиваем скорость. И пошло. Итак, предварительно у нас все соединилось, но процесс у нас еще не закончен. Мы берем творожок, половина пачки. Это примерно где-то грамм сто. Так. И аккуратно его сюда добавляем. Так, мед мы еще не добавляем, хотя уже можно и мед добавить. Ну, добавьте. Добавим меда. О, все хорошо. Медком. Так. Угу. Ах, вкусотища. люблю мед, особенно цветочный. Великолепная вещь. Ну, и добавляем остатки ряженки, кисломолочного. Все. Это нам больше не понадобится. Ручки сполоснем. И начнем процесс дальше. Весы. 23 сентября тире 22 октября. В этот период проявите заботу о почках, яичниках, поясничном отделе позвоночника. 23 сентября, день Петра и Павла Рябинника. В православной церкви сегодня почитают память святителей Павла и Петра, епископов никейских. Согласно преданию, жили они в IX веке во время правления нечестивого царя Льва и Саверянина, который боролся против почитания ликов святых на иконах. Святой Петр защищал православную веру против иконоборцев, из-за чего погиб мученической смертью. Павел проповедовал на территории Никеи, о его жизни не сохранилось никаких сведений. С этого дня Рябина становилась сладкой, поэтому на Петра Павла Рябинника было принято срывать Рябину и вешать ее грозья над крышами дому. Наши предки верили, что это поможет им защититься от темных сил, избавить себя и домашних животных от наветных болезней. Например, был вот такой способ борьбы с бессонницей. Брали ветку рябины и очерчивали ее вокруг себя круг. Теперь темная сила не мешала сну. Обычно всю Рябину не срывали, оставляли ягоды и для зимующих птиц. Из Рябины в старину готовили очень вкусный и полезный квас. Именно к сегодняшнему дню Рябина становилась самой вкусной. И все дело в том, что ночные заморозки способствовали тому, что ягоды рябины приобретали засахаренный вкус. Из этих ягод готовили всевозможные лечебные наливки и настойки, поскольку знали, что рябина обладает противовоспалительными и иными полезными свойствами. Для приготовления водочных наливок ягоды рябины тщательно перебирали, засыпали в бутыли, заливали водкой и ставили в темное место на 2-3 месяца. Обязательно встряхивали бутыль каждые 3-4 дня. Приметы. Если сегодня много рябины, это к дождливой осени. Если мало, будет сухая осень. когда вы проращиваете много пшеницы, иногда бывает так, что она здесь начинает уже корнями сплетаться. Поэтому, чтобы это не происходило, вы ее периодически перемешиваете, а именно пересыпаете оп, в другое посуду и разрыхляете, чтобы она корнями не сплеталась. После того, как вы ее разрыхлили, перекладываете опять в эту же посуду. Можно ее предварительно помыть, чтобы она у вас была чистенькая, а то бывает, смотрите, образуется у нас такая юшечка, где она может бродить и портиться. Поэтому своевременно устраняем все ненужное, чтобы все было чистенько. Так. и опять своими ручками перекладываем, лишнее тут выбрасываем, переложили. Если так делать регулярно, то у вас пшеничка, вот которую я прорастил, видите, сразу много, ее хватит у вас надолго и она не потеряет своих целебных качеств, а наоборот еще больше их приобретет. Вот. Так вот. И опять поставим ее в холодильничек до следующего использования. Можно будет сделать котлетки. Кстати, котлетки великолепная вещь. Чем меньше еще помол, тем более вкусными они становятся. Итак, мы с вами заканчиваем процесс приготовления нашего завтрака. Итак, у нас с вами получился завтрак на основе проросшей пшеницы с добавлением клюквы. В итоге вкус должен измениться, что немаловажно, потому что целебная кулинария должна помимо пользы, большой пользы и исцеления от болезней еще быть очень вкусной. Итак, наливаем. Смотрите, какой напиток у нас получается. О, красота! Некоторые любят, чтобы гуще было, другие любят, чтобы не так густо было, пожиже было. Поэтому консистенцию подбирайте и первая проба добавлять ли сюда меда или нет. Потому что если мы это будем использовать для укрепления здоровья наших деток, они любят сладенькое. Надо будет медка подбавить. 24 сентября Федорин день назван в честь преподобной матери нашей Феодоры. Она поверила врагу, дьяволу, тайно внушавшему, будто грех, сотворенный во тьме, не будет узнан Богом. Но когда она уразумела, что перед Богом ничто не может утаиться, великое покаяние проявила тогда она. Переодевшись в мужское платье и поступив в мужской монастырь, она назвалась Федором, прилежно исполняла различные послушания, достигла большой святости и стала творить удивительные чудеса. В этот день крестьяне отправлялись с поля, чтобы посмотреть, хорошо ли сходят озимые. Тем более, что святую Феодору в народе считали покровительницей озимых. В этот день окончательно прощались с летом, наступали по-настоящему холодные дни, начинались затяжные дожди, по утрам были заморски. К этому времени крестьяне старались закончить все работы, убирали последний лук, уносили улей с пчелами на зимовку. Собирать дары для священника, который служил в деревне. Помогали матушке, то есть жене священника, прибраться в доме, готовить запасы на зиму. Называли этот обычай осенницы. На стол сегодня подавали блюда из капусты, щи, голубцы, пироги. Мужики варили пиво, выдерживали его в специальных глиняных кувшинах, корчагах. примет. Если сегодня пчелы вновь стали летать, осень будет сухой и продолжительной. На Федору нельзя начинать никаких дел. Нет, напиток получился кисло-сладкий, умеренный во всех отношениях, ничего добавлять не надо. Великолепно! Наш завтрак можно плавно перевести в ужин. Для этого мы можем с вами все это сохранить. Переливаем в баночку, накрываем крышечкой и ставим в холодильник. Итак, у нас с вами получился целебный завтрак. Один из вариантов целебного завтрака с клюквой. Значит, что он дает? Многие из нас жалуются на то, что у нас не хватает жизненных сил, особенно начало весны, середина весны, зелени нету, а витаминоз, и т.д. и т.д. и т.п. Где брать витамины? Встает вопрос. И причем не какие-то там витамины аптечные, а полноценные. Пожалуйста, вот оно, проросшее зерно, полное витаминов группы В, которые ведут все процессы в нашем организме, оздоровительные. Витамин А есть, есть. Витамин Е, который дает потенцию мужчинам, женщинам, позволяет вынашивать здоровое потомство без всяких последствий, там знаете, сохранение еще. Вот, что нам сохраняет. Представьте себе, плод нуждается в жизни. Где ее взять? Из мамонного организма? Нет. Вот отсюда все пойдет. И такой ребеночек будет, хо, одно заглядение. Далее. Опять-таки, если возвращаясь к женщинам, которые кормят, которые вынашивают деток, ногти, волосы, кожа от беременности, от грудного вскармливания у нас портится, вернее, у них портится. Почему? Потому что все отдается через молоко нашим любимым деткам, а мама нашим красотулечкам не хватает. Пожалуйста, творожок кушаем, зубки будут целые, кожа красивая, волосики блестящие, и все это в нашем завтраке, который вкусно и хорошо идет. Потому что так творог многие не любят. Ой, он кислый, он неприятен, он там застреет во рту. В нашем целебном варианте завтрака он идет великолепно. 25 сентября. 25 сентября день Автамона Артамона. Сегодня почитают память святого мученика Артамона. Он жил в 4 веке и обратил в христианство большое количество людей, ранее бывших язычниками. Была образована целая община, для которой Артамон соорудил и осветил храм. Во время гонений на христиан Артамон был арестован, но сумел сбежать из тюрьмы и продолжал долгое время проповедовать. Но обращенные христиане разрушили языческое капище. Язычники из мести убили святого. В народе было подмечено, что на Артамона змеи ползут в укрытие, чтобы переждать зиму. Поэтому в народе Артамона называли змеевиком. Кстати, в году отмечаются два змеиных праздника весной и осенью. Весной праздновали день Василиска, это 4 июня. В этот день становилось настолько тепло, что даже змеи выбираются из своих зимних укрытий. Вообще природа замирает. В лесах уже реже можно было встретить диких животных. Дни становились короче, а по утрам бывали заморозки. Сегодняшний день был очень важен для охотников. Они в последний раз в этом году могли подстрелить какого-нибудь зверя. Приметы. Если на деревьях сегодня много желтых листьев, осень будет раннее. будет теплая зима и плодородное лето. Гром гремит сегодня к теплой осени. Если на артамона хотя бы зайца подстрелишь, дальнейшая охота будет очень удачной. Наконец-таки мы хотим не болеть простудными заболеваниями. Ни ангинами, ни какими-то там кариесами. А что для этого делаем? Да практически ничего не делаем. Только конфеты едим за чай или кофе сладкое пьем с булочками, которые как раз и способствуют этому. Мы с вами сюда добавили клюковки. Клюква великолепный бактерицидный продукт чищности нам кров, особенно препятствующий развитию различных гинекологических заболеваний, заболеваний предстательной железы у мужчин, заболеваний печени и почек хорошо утоляет жажду, потому что как только мы сладкий напиток, который какой-нибудь выпьем, сразу же у нас начинается еще хочется пить. А здесь он кислый, тем более кисломолочный. Ничего нам не хочется пить, мы великолепно утолили жажду, при этом еще оздоровили свой собственный организм и укрепили его. Далее, кисломолочный. Еще Мечников утверждал, что кисломолочная продляет жизнь. И мы ее употребляем как раз кисломолочная для того, чтобы чувствовать себя великолепно. Ну, о меде, я думаю, уже тут все это сказано. и что еще хочу сказать. Я знаю одного мужчину, у которого 50 лет началось отслаивание сетчатки, и он начал слепнуть. Болезнь прогрессировала, и он должен был ослепнуть. Ну, ему подсказали, а вот, говорят, проросшая пшеница помогает с этой проблемой справиться. И он начал регулярно по 2 столовые ложечки съедать каждый день. Сейчас ему 70 лет, даже тоже больше 70 лет. Болезнь не прогрессирует, как была, так и осталась, на том же самом уровне. Зрень он не потерял, зато стул регулярный, потенция великолепна, жизненных сил море. Ммм. Как вкусно! Если бы вы знали, приготовить приготовить, кстати, все это можно сделать самостоятельно, вы здесь не видите во время приготовления завтрака ни консервантов, ни закрепителей, ни подсластителей, ни еще чего-нибудь, вы все делаете своими собственными руками с любовьми. И это дает потрясающий оздоровительный результат. Только наша кулинария может это делать, поэтому используйте ее, смотрите, телевизором. 26 сентября день Корнилия назван честь священномоченника Корнилия Сотников. Он был язычником, но вел праведную жизнь. К нему явился ангел и повелел найти апостола Петра. Корнилий выполнил это указание, а Петр крестил его у себя в доме. Корнилия считают первым язычником, который принял христианскую веру. Далее Корнилий стал епископом, его рукоположил сам Петр. Потом он разрушил языческий храм, после чего многие язычники уверовали во Христа. С этого дня корень в земле не растет, а зябнет и засыпает. Убирают все овощи и корнеплоды, картофель, брюкву, морковь, хрен. Из этих овощей крестьяне готовили большое количество блюд, например, похлебку. Редьку натирали на терке, добавляли немного нарезанного лука и заправляли квасом с постным молоком. Редьку можно нарезать тонкими ломтиками, посыпать соли и дождаться, пока из нее выделится сок. Ели с растительным маслом. Вообще редьку считали едой бедняковой, но это весьма полезный корнеплод. Морковь употребляли как в вареном виде, так и в свежем. Прекрасный по всем параметрам корнеплод. Репу могли парить, варить и даже есть сырой. Из свеклы готовили борщи и свекольники. Само название борщ блюдо получено от борщевика, растения, изначально входившего в традиционный рецепт борща. Сегодня улетали в теплые края последние грачи. В этот день можно садить яблони и смородину. Приметы. Дождь сегодня пошел к урожайному году. Опять-таки добавим сюда немножечко меда. для того, чтобы смягчить кислое действие вкуса. Не всем нравится кислый вкус. Так. Да, кстати, люди, которые страдают изжогой, к люкве должны также относиться с должным уважением, потому что она может провоцировать изжогу. Много не употребляйте, часто не употребляйте, особенно кто страдает ей. Вот. Итак, мы с вами медок сюда добавили, размешали все это хорошенько и пробуем, что у нас получилось. Пока я готовлю клюквенный напиток, я еще разок вам скажу. Клюквенный напиток или морс. Берете один стакан клюквы, разминаете, но, чтобы не разминать, я воспользовался блендером, он прекрасно все размял. Этот стакан клюквы размятой вы заливаете литром талой воды, лучше всего настоянной на кремнии, вот, и добавляете еще одну-две столовые ложечки меда. Все, можно еще настаивать один-два часа, ну, так вот как раз оно настоится. И совсем другой напиток, более приятного вкуса, такого сладенького, кисло-сладенького, такого нежного. Этот напиток вы можете употреблять как профилактическое средство от простуд. Великолепно вам будет помогать. помните, что клюква, вот она, красного цвета, так, кстати, красный цвет дает нам энергетику, уже за счет этого она повышает защитные силы, повышает, будем говорить, жизненные силы организма, заставляет жизненную энергию кипеть в нашем ослабевшем сзазиму теле, вот, и прекрасно действует. Но самое важное, еще разок я повторю, что клюква хорошо зарекомендовала себя как антибактериальное средство и знаете особенно от кого? От трихомонад. Ее также можно применять и в качестве профилактики онкологии, потому что в некоторых случаях онкология возникает от наличия того, что в организме живут колонии микроорганизмов, которые начинают размножаться и образуют опухоли. Ну, это одна из таких теорий. Вот, поэтому в качестве профилактики особенно. И из вот такого вот клюквенного напитка, особенно когда мы стаканчик с вами размяли в блендере без всяких добавлений, можно использовать и как в качестве наружного средства, можно женщинам делать орошение половой сферы, можно там, где имеются там ранки, плохо заживает кожа, можно использовать в виде повязочек, в виде компрессов на кожу, будет прекрасно действовать. Кстати, сок клюквы вообще можно заготовить заранее. значит, когда идет сезон клюквы, это примерно у нас в сентябре, октябрь и позже, мы собираем эту клюкву, отжимаем ее и далее помещаем в холодильник или в погреб, в темное прохладное место и храним всю зиму. Важно отметить, что сок клюквы полезен при гриппозном состоянии зимой, часто гриппом люди болеют. В различных инфекционных заболеваниях и особенно отмечу в том числе и мочеполозных ангина просто-напросто можно полоскать вот этим вот клюквенным соком, клюквенным морсом полость шта хорошенько, чтобы 27 сентября день воздвижения честного и животворящего креста Господня. Сегодня отмечают воздвижение честного и животворящего креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения креста в 4 веке. Крест был найден царицей Еленой. Она организовала раскопки. Обнаружили пещеру гроба Господня и недалеко три креста. Чудо помогло узнать, где находился крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина прикоснулась к нему и исцелилась. В церквах сегодня совершаются праздничные мероприятия. Народ идет в храм, а уж потом приступает к повседневным делам. Название этого праздника нашло свое отражение в пословицах и поговорках. На воздвижении осень-лето отодвигает. В этот день постились и ели в основном капусту. Отсюда другое название этого дня капустник. Готовили пирожки с капустой, а вечером устраивали посиделки, капустные вечеринки, которые могли продолжаться несколько дней. И если девушка, собираясь на посиделке, прочтет определенный заговор, то может встретить своего суженного. За три дня до праздника воздвижения убирали все корнеплоды, свеклу, морковь, картофель, брюкву и иные. Утренние заморозки могли погубить урожаи. В садах начинали садить яблоню или смородину. Это можно было делать аж до середины октября. Сегодня не планировали важных дел, запрещалось отправляться в лес, чтобы не потревожить медведя, который себе берлогу устраивает и потому зол. Верили и в то, что сейчас леший свое царство осматривает, а потому на глаза ему лучше не попадаться. Приметы. Если гуси высоко летят, весной будет большой половодней и наоборот. На воздвижении не следует начинать важные дела и ходить в лес. Если сегодня дует холодный ветер, лето будет теплым. обеззараживает ртовую полость и, кстати, и кариес будет уходить. Поэтому хорошая профилактика ангина и плюс наличие витамина С, естественно, еще добавок укрепляет наш организм. Вот поэтому полость рта можно прекрасно лечить от разного рода стоматитов, от разного рода кариеса, от разного рода ангин простуд с помощью клюквенного морса. Можно ее использовать и при гипертонической болезни. Также хорошо использовать клюквенные напитки в послеоперационный период, для того, чтобы быстрее организм восстановился. И, кстати, вот этот напиток еще чем он знаменит? Он знаменит тем, что он еще предупреждает образование камней в почках. Поэтому, если у вас есть предрасположенность к камнеобразованию в почках, то по стаканчику два раза в день перед едой вот этот напиток клюквенный употребляйте. Отличная будет профилактика. И механизм действия почему это происходит? Потому что урсоловая кислота клюквы, которая здесь содержится, оказывает мочегонное действие. Она полезна при заболеваниях мочевыводящих путей и печени, а также при ревматизме и малярии. При малярии я уже указывал, живут личинки малярии в крови, разрушают красные кровяные тельца и поэтому человек болеет. Для того, чтобы их быстренько вывести из организма и очистить кровь, мы применяем клюкву, этот напиток. Она является клюква хорошим жаропонижающим средством, поэтому ее можно применять при различных лихорадочных состояниях, когда температура тела повышается. Также она хорошо утоляет и жажду. О чем я говорил? Как я указывал, хорошо сочетать клюквенный сок с настоем шиповника, а вот сок с медом один к одному полезен при бронхите и ангине. О чем я уже указывал. Кстати, и мы с вами можем сделать сейчас этот сок. Делается он довольно-таки просто. Мы с вами возьмем клюкву. Вот она у нас есть, клюква, остаточки. На наш любимый блендер измельчаем. Все мы с вами измельчили. Теперь берем сок клюквенный здесь он уже не разбавлен водой и наливаем. У нас тут получилось пюре. Что надо сделать? Просто напросто взять и еще отжать через марлечку. Но не обязательно это делать. Мы берем две столовые ложечки, даже три столовые ложечки вот этой пюрешки из клюквы. Добавляем сюда мед. Равное количество, то есть также три столовые ложечки мы с вами добавили. все это хорошенько перемешиваем и будем принимать. Оказывается именно сок клюквы с медом пропорции один к одному полезен при бронхите с кашлем и ангине. Также клюквенный сок назначают при гинекологических воспалительных заболеваниях, туберкулезе легких, малокровии, головной боли, атеросклерозы. Значит как я уже говорил он улучшает аппетит, способствует усвоению пищи, особенно это хорошо тем, кто страдает в пожилом возрасте, усиливает выделение желудочно-кишечного сока, а особенно сока поджелудочной железы. Вот поэтому соком клюквы успешно лечат гаститность пониженной кислотности, но при повышенной кислотности он противопоказан. А также воспаление поджелудочной железы. Поэтому если у вас часто такого случалось, кстати, боли полкообразные после приема жирной, жгучей пищи, ну алкогольного отравления, очень хорошо его используют. Значит дозировка выбирается индивидуально слюна. сейчас я попробую, что у нас получилось. Ой! Из всего, что я пробовал, вот это оказывается самое лучшее, самое мощное средство действительно для стимуляции пищеварения. Сразу же выделяется слюна, сразу же выделяется заработал желудок, кишечник. Поэтому используйте клюкву для своего собственного оздоровления. Помните, что она противопоказана приязвенной болезни желудка и пензотискорстной кишки. Ею можно протирать пролежни, ее можно применять для удаления пигментации на шее лице и естественно для укрепления своего собственного организма. Используйте для собственного здоровья. Доброго озорвутся. сентября день Никиты по прозвищу Гусятник. Сегодня почитают память святого Никиты Готского. Он жил недалеко от Дуная. Приняв христианство, Никита сразу начал проповедовать среди своих соплеменников Готов. Это не понравилось царю Атанариху. Язычники схватили Никиту и стали заставлять его отречься от веры. Но он отказался это сделать. Решили сжечь, Впоследствии его все равно замучили, а его мощи были перенесены в Константинополь. В народе сегодняшний день называли по-разному гусаря, день Никиты, гусепролета, день гусятника и даже репорез. Оказывается только сейчас начинали резать репу и готовить из нее различные блюда. Также сегодня начинали забивать птицу, в том числе и гусей на мясо. Это также дало свое название. А дикие гуси улетают сегодня в теплые края. И охотники выходили на последнюю охоту в этом году на дикие гуси. Естественно главным блюдом в этот день был печеный гусь. Среди наших предков была распространена традиция задабривать водяного. Для этого в водоем бросали гуся без головы. Саму голову относили домой, так как она предназначалась для домового. Сегодня начинали сбор репы. Из нее готовили множество различных блюд. Варили, парили, ели в сыром виде. Делали из нее и кашу. С этого дня начинают стричь овец. Приметы. Дикие гуси летят на юг, скоро будут похолодания. Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу, это к морозу. Гусь получится в воде, ожидая потепления. Гуси часто садятся на землю, а скворцы не собираются улетать на юг, осень будет сухой и теплой. Доброе здоровье. У нас сегодня в гостях ведущая Таня Ларич. Здравствуйте. Доброе здоровье. Очень рада вас видеть. Прочла я в вашей книге «Лечебное раздельное питание» очень интересную заметку про народ хунза. Так вдохновилась, что решила к вам прийти и поделиться своим творческим решением одного рецепта. В детстве в пионерском в далеком пионерском детстве что мы делали? Мы делали такой десерт назывался клубнички. На мясорубке вафли артек проворачивали получался фарш из них лепили форму из вафель обмакивали в свекольный сок а дальше в сахар и в холодильник на какое-то время и встаешь там если вечером делаешь утром у тебя прям клубнички и все так вкусно а я прочла думаю Таня какие вафли у Геннадия Петровича Малахова есть же шикарная пророщенная пшеница вот она и потом я видела в целебной кулинарии котлетки из пророщенной пшеницы думаю так давайте же сделаем фарш из него и сделаем питательные эти клубнички давайте сделаем эти клубнички и будем говорить используем их в нашем питании и пока ты будешь что-то готовить или я буду готовить надо сделать фарш про хунзу обязательно расскажите я даже потом залезла в интернет посмотрела где этот хунзу живет народ оказывается на территории современного Пакистана удивительные конечно люди но Геннадий Петрович лучше расскажет как они от белка отказались я не совсем понимаю они же в горах там баран должны быть но там бараны слишком маленькие я немножечко хочу как бы сказать чуть отступить чтобы все было понятно дело в том что современную науку диетологию двигали конечно врачи которые изучали науку и получалось так что они сами болели и так получилось с Говардом Хэм это американским врачом который еще в 19 веке заболел 41 год ему исполнился и он заболел гломеролонефрит с высоким кровяным давлением обратился естественно к своим коллегам врачам и они ему сказали слушай а ты знаешь ты боли неизлечима и поэтому мы ничего не можем тебе сделать и вот тогда он начал естественно искать умирательных утистов и нашел доклад другого ученого британского врача полковника Мак Гаррисона который рассказывал о народе Хунза и вот этот народ откуда он взялся это значит где-то в Пакистане имеется такая долина в которой в которой особый климат и там ничего не растет в основном только абрикосы вот говорят овцы там очень маленькие то есть коровы там как овцы там что-то а овцы как собаки а овцы там еще как кошки очень бедные они живут бедно значит питания особо никакого нет рацион но как бы мало разнообразные и в основном абрикосы что самое интересное и там существует такая пословица что значит женщина из народа Хунза не пойдет туда за милым своим где нет абрикос то есть одно это у них из таких блюд это значит вот будем говорить питание там абрикосами сушеным и так далее и так далее значит живут они там в проголодь практически мало чем болеют в основном они у костра там бывают и то глаза у них там слезятся от дыма то еще и якобы якобы значит там говорится что они живут до 120 лет а женщины до 90 лет еще кормят грудью да грудью ну вот примерно смотрите описывается так что 32 тысячное население этого рая не знает болезни средняя предложительность 120 лет 29 сентября день Ефимии сегодня почитают память великомученицы Ефимии Всехвальной одна из семи христиан во время гонений была схвачена пытались соблазнить за ее красоту подвергли истязаниям но она осталась невредимой бросили к зверям которые не тронули ее и лишь после того как она услышала голос неба призывающий ее к себе медведица ранила Ефимию и она тут же умерла одновременно в городе произошло землетрясинья которая разрушила все языческие храмы сейчас начинают стричь овец из шерсти которых делали валенки продолжалась заготовка капусты на зиму делали это сообща устраивали капустные вечеринки собирались в доме знакомых и под песни шутки прибаутки разговоры занимались заготовками квасили и солили капусту с морковью яблоками брусникой клюквой приметы сухая и теплая погода сегодня предвещает позднюю и мягкую зиму смотрели сколько жира у диких птиц чем его больше тем крепче морозы будут зимой если сегодня слышится гром зима будет бесснежной если высоко гуси летят к высокому весеннему половодью низко к дружному и скорому снегу и к малой вешней воде вот значит они вегетарианцы может быть так оно и было в 19 веке ну может быть может быть сырыми фруктами овощами там зимой высушенными значит на солнце абрикосами и пророщенными зернами и брызгами и мы сейчас как раз и приготовим да, сделаем этот фарш так, включаем и пошло у нас делаем фарш из проросшей пшеницы пошло хороший фар получается смотрите как вы ее прорастили специально оставила один отросточек вот аж 4 усика и они где-то по 2 сантиметра уже это еще лучше или хуже когда маленький отросточек вот объясните вот смотри мы с тобой как раз помнишь как-то рассказывали о 5 первоэлементах из которых начинает строиться мир и вот смотри ты как раз сказала вот смотри зерно да вот он один отросточек вот он второй отросточек вот он третий отросточек вот он четвертый отросточек и вот он пятый да а почему нет шестого а почему нет четвертого но еще не выросли они не выросли а помнишь я тебе рассказывал о том как строится пространство пространство строится с позиции 5 первоэлементов значит в середине зерно в середине зерно, да, и она дает отросточек раз, два, три, четыре, то есть закономерно идут четыре направления, не три, не пять, а именно четыре. Вот она как раз вот по этим вот силам и действует. То есть это прямо наглядный пример, наглядный образ сотворения мира, да, из мелочи. И более того, да, из мелочи, и еще я вам покажу удивительную вещь, мы с вами берем, разрезаем яблочко вот так вот, яблочко разрезали, да, и считаем, сколько тут камер? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. А почему пять? Вот почему пять, а не шесть, а не три, а не четыре? Потому что пять элементов... Пять вот этих вот первоэлементов действует... Минам Петрович, напомните... Начинает строиться... Эти пять элементов... Пять первоэлементов, это эфир, это воздух, это огонь, это вода и земля. Очень красиво. По индуйской терминологии. Хорошо. У китайцев несколько там, она иная. Ну, то есть я показал почему. И поэтому вот этот как раз потенциал, который идет с пространства, вот он только начинает, он самый мощный, естественно, будет нас очень хорошо питать. Вы представляете, какая у нас получится вселенская просто клубничка. Вот он фарш. Итак, фарш из пророшенной пшеницы. И сейчас я буду лепить вот эти самые наши клубнички. Хорошо? Да? С удовольствием. Кстати, что мы еще здесь используем? Свекольный сок. Свекольный сок? Он хорошо очень окрашивает, ну и потом... В качестве пигмента берем, естественно, свекольный сок. И вместо сахара, который я использовала в своем вайнерском детстве, я решила использовать кунжут. Сим-сим, откройся. Семена кунжута. Тоже он и ароматный, и масло там есть. Дело в том, что сахар, конечно, толку ничего не давал, кроме того, вкуса. А вот кунжутные семена используются, и хлеб кунжутом обсыпается, ну и ряд других продуктов. Но почему? Да потому что кунжутное семя по своим свойствам, она горячая. И за счет этого улучшаются процессы пищеварения и усвоения того же хлеба, что немаловажно. Видишь, поэтому почему кунжут так уменяет. А вот это узбекские, лепешки, арабские, они все с кунжутом, чтобы лучше пищеварение шло? Чтобы лучше шло пищеварение. Потому что любое семя еще вносит свои, будем говорить, живые субстанции и делает наш продукт более целебным. Игорь Петрович, ну раз мы уже затронули такие космические вопросы, мне вот интересно. Все-таки есть какой-то скрытый мотив за пределами человеческого понимания, по крайней мере моего. Почему, вот читая вашу книгу, вот на хунзу, на эту историю, я отреагировала мгновенно. Когда вы рассказывали сейчас про абрикосы, я вспомнила свою родину, где абрикосы растут во дворах многоквартирных домов. И по ним ездят машины, и они так чпак-чпак-чпак на асфальте. Ну то есть, и абрикосы здесь в Москве, да, на рынке. Думаю, может быть я где-то когда-нибудь была хунной. Ну, почему нам одно нравится, а другое мы пропускаем мимо. Ну, как вот люди говорят, ну вот химия есть, вот что это такое, это интуиция, или что, вот почему, один материал нравится. Мы выросли в той среде, и когда, естественно, мы вырастали, мы употребляли ту или иную пищу, которая стала частью нашего организма. И естественно, вибрации этой пищи созвучны теперь, вот говорит, с нашим телом. Нам хочется вот того, что было в детстве. Как бы подпитаться и укрепиться за счет этого, это немаловажно. И вот, кстати, если продолжить о Хунза, значит, шотландский врач Мак Гаррисон, жил он в непосредственной близи от долины Хунза в течение 14 лет и наблюдал. И вот он говорит, что основным фактором доллити этого народа является питание. 30 сентября – день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и их матери Софии. София была вдовой и сама воспитывала дочерей, прививая им веру в Господа с детства. Император, узнав о них, решил вернуть в язычество. Девушки ответили отказом. Их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили. Похоронив своих дочерей, мать их София умерла от горя спустя три дня. Согласно Писанию, на момент смерти веры было 12 лет, надежде 10, а любовью всего 9. Сегодня проводились девичьи посиделки. У многих девушек были именины, поскольку вышеуказанные имена святых мучениц были очень популярны в дореволюционной России. В связи с этим был установлен общий праздник, который назвали бабьими именинами. И в этот день стали поздравлять всех женщин. Сегодня по старинной традиции полагалось вспомнить своих предков и близких, пустить слезу, вспоминая милое сердце эпизоды жизни с ними. После этого принимались за приготовление пирогов, кренделей для праздничного обеда. Приметы. Если утро сегодня пасмурно, погода на ближайшие дни будет хорошей. Если сегодня солнечно и тепло, можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший клев рыбы. Журавли улетают в теплые края, жди мороза на покровах. Если сегодня выпал первый снег, до зимы осталось 40 дней. Если иней, это к сухой и солнечной погоде. И самое интересное, что вернувшись после того, как он исследовал и изучал народность хунзу, он решил дома в Англии поставить интересный эксперимент на большом количестве животных. В Англии? Одних из них он питал обычной пищей лондонской рабочей семьи. Это белый хлеб, сель, сахар, рафина, консервированные вареные овощи. И что вышло? В итоге группа, большая группа этих животных стала болеть различными человеческими болезнями. А вот те животные, которые находились на детях хунза, на протяжении всего опыта оставались абсолютно здоровыми. Слушайте, ну это действительно научные подходы. Что научные подходы? Это эксперимент, наблюдение. И статистика. Статистика, да, пожалуйста. Одно дело, вот я там вегетарианец, допустим, а ты там сыроед, а еще кто-то там, допустим, какой-то там солнцеед. Я говорю, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Но когда это делается в массовом порядке, и статистика неумолимо говорит, кушаете вот эту пищу, заболели человеческими заболеваниями. Кушаете, значит, другую совершенно пищу, вы, наоборот, выздоровели. И как раз Уильям Хэй, он изменил свое питание, выздоровел. И в итоге диета, в которой меньше, особенно белка животного, действует очень хорошо на почки. Почему на почки? Потому что почки в основном у нас выводят распад белков. Они там мочевину вводят и так далее. И если человек постоянно переедает мясо, особенно много употребляет соли, то это идет большая нагрузка на почки. Как только мы начинаем облегчать работу почек, у них появляется возможность восстановиться, что и произошло. Вылечился. А если бы там лечили, ну, как тогда лечили по обычной схеме, то, естественно, ничего бы не получилось. Инаем Петрович, смотрите, я когда фарш, вот этот, значит, из фарша лепила, я на вкус попробовала, мне показалось мало сахара, да? Все-таки же десерт. И я добавила меда. Вот тоже такой эксперимент сейчас у меня будет научный. Но в любом случае, с медом или без, вот эту фигурку... Ой. Надо одеть. Я надену, да, я приготовила специальную перчатку. Потому что это очень мощный такой. Конечно, конечно, да, он прасяд серьезно. Все, и вот я его опускаю в свекольный сок. Вот, она прям уже на клубничку похожа. Это как раз конфетки для детей можно делать. Да, дальше вот кунжутик. Обмакиваем. Обмакиваем, все, поставили. Действительно похоже на клубничку. Вы понимаете, клубничка, она потом застынет. Вот чуть-чуть. Здесь даже в холодильник не надо. Почему ставили тогда в холодильник? Потому что эти вафли, ну, их надо захолодить, чтобы они форму держали. А у нас проросшее зерно прекрасно держит форму. Так что я думаю, без холодильника, вот, и все ушло. Ну, златнуло. Наверное, будет вкусно. Это получается очень полезная сладость для питания детей, пожилых людей, так и для диетического питания. Здесь у нас все прекрасно сочетается. Во время прорастания крахмал, зерна превращается в солодовый сахар. И мы тут имеем дело уже с такими углеводами. Не с крахмалами, а с углеводами. Семена позволяют всему этому лучше перевариваться, быть такими тепленькими наш организм. И что еще немаловажно, сок, он тоже, свекольный сок, будет действовать по-своему благоприятно. А именно, он будет улучшать наше кроветворение. Кстати, ежедневная пища хунза, это лепешки из супы, из цельного хлебного зерна, овощей и фруктов. Цельное зерно, как раз мы с вами показали, не просто цельное зерно, а прозоршее цельное зерно, которое еще более ценное, нежели там обычно. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!